всем привет добро пожаловать на следующий эпизод рил хадам сегодня с нами иржан из мханов мы очень-очень рады вас видеть сегодня так как мы когда только начинали этот проект мы четверо сидели и думали было бы классно пригласить иржана так как каждый из нас читает ваш блог и ваши какие-то мнения как-то откликаются или вызывают разные эмоции иногда соглашаемся иногда вообще очень всегда интересно знать как же думает иржан насчет того что происходит в казахстане насчет того что происходит вообще в мире и глобально поэтому спасибо большое что пришли сегодня спасибо что позвали очень рад знакомству мы бы хотели бы вначале дать небольшое интро про иржана иржан является партнером в международной юридической компании которая называется grata international она и от единственная казахстанская международная компания которая работает в более чем 20 странах и также она представляла убер когда она приходила в маркет казахстана и также слияние убера с яндексом также иржан работал legal associate в международной компании baker and mckinsey с 2008 по 2011 и на данный момент является одним из самых популярных по разным метрикам блогеров в казахстанском интернет пространстве он является также выпускником казвью и студентом кембриджа на магистратуре по investment law и в общем law добро пожаловать иржан спасибо большое вроде все правильно наш проект называется рил кадам и обычно самый первый вопрос который мы задаем нашим гостям это какой рил кадам то есть реальный шаг который вы сделали вашей жизни повлиял на вас и помогает вам каждый день этому может быть какие-то привычки которые вы делаете каждый день либо решительный шаг который вы сделали когда-либо и который повлиял на то где вы сейчас находитесь вот много вопрос интересный на самом деле не думал об этом никогда но вот буквально вчера в связи с чем-то я уже не помню с чем я подумал о том что мне вот в сентябре 40 и я подумал что в 30 когда мне было 30 10 лет назад я понятия не имел что жизнь сложится вот так как 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 она складывается сейчас что в ней будет марафонское плавание которое 10 лет назад в принципе отсутствовала сейчас стало как бы ежедневной привычкой что в ней будет кембридж совершенно неожиданно что он появится я знал конечно что ну я надеялся на то что мне будет семья и дети но опять же вот что мне будут двойняшки я понятия не имел и все это сильно меняет как бы жизнь поэтому много таких вещей на самом деле и вот мне интересно в 50 как я буду оглядываться и и это все воспринимать жизнь быстро меняется сейчас что вы делали в 30 лет то что повлияло на то кем вы являетесь сейчас 40 лет до 30 я только работал я больше ничего не делал мне не было блога у меня не было спорта у меня мы я уже был женат пока еще не было детей вот и поэтому я занимался исключительной работой и вот я работал с огромным удовольствием по 15 часов в сутки и мне больше ничего не было надо я практически когда это было 12 год когда я стал партнером фирмы и ну надо было как бы строить это все вот надо было строить практику команду деньги зарабатывать проекты делать вот я работал получал удовольствие все в общем-то да это потом все расползлось как бы да вот дополнительные какие-то вещи начали появляться а что-то стало триггером расползение допустим вот этого всего ну потихоньку как бы когда это вопрос мне кажется вопрос такой удовлетворение базовых потребностей вот допустим получается там как-то быстро карьеру сделать какие-то там финансовые вещи закрыть там и так далее я всегда был сторонником того что надо бить в одну точку вот это сделано можно заниматься другими вещами какой-то момент я почувствовал что нужен спорт обязательно потому что это уже начинает отсутствие спорта начинает сказываться на качестве жизни какой-то момент я почувствовал что я всегда писать любил и умел потому что это профессиональный навык на самом деле какой-то момент я почувствовал что наверное то что я буду писать будет интересно еще кому-то кроме меня там и не знаю друзей там и так далее пошел в фейсбук оказалось что да получается писать так что это привлекает и так далее и так далее то есть это вопрос как бы на самом деле реализации того что хочется делать вот хотелось писать начал хотелось заниматься спортом начал а дальше это вопрос уже последовательности на самом деле вот если чем-то занимаешься то надо как бы уже постараться добить это дом какой-то максимальной точки максимально возможны точки вот так вот вы касались темы карьеры в целом по сути мы когда изучали вот пограунд больше узнать про вас про карьеру не так много поэтому хотелось тоже спросить немножко о карьере то сейчас это получается партнер международной юридической фирме и вы очень нескольких там подкастов и в интервью рассказывали что вы очень много всегда работали и и интересен такой вопрос вот вы сейчас партнер международной юридической фирмы и вот когда вы начинали видели ли вы вот настолько высокую цель что вы туда хотите или вы больше следовали принцип вот я буду делать правильные вещи я окажусь правильном месте было ли у вас мечтание такое я всегда стремился во первых я да когда начинал юридическую карьеру я примерно понимал что она закончится в юридической фирме но не то что закончится а это будет какой-то вот большой шаг который должен быть я я понимал а если в юридическую компанию приходишь международную то конечная цель это всегда партнерство но нет смысла до сидит надо надо стремиться к тому чтобы становиться партнером чтобы у тебя был свой кусок бизнеса внутри юридической фирмы чтобы общаться напрямую с клиентами продавать там и так далее я всегда к этому стремился подсознательно или сознательно потому что вообще в принципе моя мое желание стать юристом оно началось осознанно на самом деле тоже потому что я году наверно в девяносто пятом там не было там лет двенадцать прочитал книгу джона гришима который называется фирма в этой книге у нее есть одна любопытная особенность у нее есть смысл читать первые 40 страниц потому что джон гришим он был юристом международной юридической фирмы клири готлиб ушел оттуда с очень маленькой позиции и стал писать детективы и прославился и стал писателем всемирно известно и вот на первых 40 страницах он описывает приход молодого юриста в общем-то в крупную юридическую фирму и это очень круто а потом это скатывается в очень дешевый детективчик вот первые 40 страниц фирмы я рекомендую прочитать всем тем кто задумывается юридической карьере потому что очень хорошо дух схвачен смысл того зачем вставать в 6 утра зачем приходить что такое билла буаур как эта атмосфера тебя погружает какое это на самом деле братство очень круто вот я вот тогда задумался я тогда понял что мне этого хочется и все я через несколько условно говоря я начал работать два года я работал в сразу после университета в одном холдинге который занимался развитием легкой текстильной промышленности там был тогда такой инвестиционный фонд казахстана и он по-разному конечно оценивает результаты его работы но два года я работал там потом ушел в девелопмент в капитал партнерс в компанию девелоперскую которая до сих пор успешно и круто работает и реальная карьера началась конечно уже оттуда реальная карьера реальный рост там и так далее а потом вот то что вы говорите потом я оттуда ушел в бейкер маккензи поработал в бейкере и оттуда уже ушел в гаду вот если сравнивать эти бейкеры маккензи и вашу нынешнюю компанию они обе большие международные компании но бейкер маккензи все-таки она прям тысячами измерения надо бейкер там когда я работал в бейкере они были в мире номер один по оборотам и по количеству юристов вот это была самая крупная международная юридическая фирма мира мы конечно региональная компания но другое дело что мы единственная казахстанская компания которая выросла до такого присутствия глобального да вот мы работаем то во всей восточной европе во всем больше в снг вот и так далее но она как бы бейкера работают с тридцатых это почти сто лет посмотрим где мы будем а вот в этой компании вы многому чему научились вот сколько там проработали чуть меньше трех лет да конечно конечно меня у меня был шеф мой в бейкере американский юрист сейчас на пенсии курт мастерс и очень многие знают на юридическом рынке и помнят он достаточно сложный был человек поразительный трудоголик то есть если ты из офиса уходил раньше 12 ночи он на тебя сон с тобой переставал нормально разговаривать вот другое дело что он приходил в один с утра я то в девять приходил немножко двойные стандарты на как блоки и он был очень системный товарищ и переписывать один документ по 12-15 раз было абсолютной нормой абсолютной то есть у него вот этот перфекшен стремление к абсолютному идеалу ну было в какой-то невероятной степени развита в общем-то писать он меня научил если разобраться то есть структурно писать выделять в тексте главное анализировать большой объем информации и его погружать в какой-то короткий текст где все будет понятно вот писать я в бейкере научился если разобраться другое дело что я потом этот навык юридического письма применил в соцсетях и внезапно оказалось что именно он нужен потому что в соцсетях половину 90 процентов ли на мой взгляд писать не умеют вот и поэтому да это была колоссально крутая школа просто колоссально крутая и если бы мне тогда грата не сделала как в крестном отце предложение от которого я не смог отказаться я бы наверное сейчас до сих пор работал в бейкере возможно был бы партнером там и все было бы хорошо но при этом кажется вы написали свою первую книгу 23 года да да и но я войну написал когда это было фэнтези фэнтези всегда любил и сейчас люблю я написал войну когда работал вот в это было мое первое место работы я в общем-то оттуда поэтому и ушел потому что у меня было свободное время для того чтобы написать книгу и я понял что когда когда ты только начинаешь работать и у тебя есть свободное время чтобы написать книгу ты не в том месте находишься вот я Я дописал книгу и свалил оттуда. А отдельно от работы вы развивали вот этот навык написания? Вот у вас книга была после этого? Специально нет. Никогда. Если в 12 домой возвращаться, когда вообще? Специально никакие курсы не брал. Читал много всегда. И какие-то вещи подхватывал стилистические. Причем эти вещи подхватываются, ты сам этого не осознаешь на самом деле. Я просто пишу и в какой-то момент я замечаю, что я пишу как Суворов или как Латынина. Стилистически подхватываю их стиль. Я старался всегда от этого немножко абстрагировать, свой стиль вырабатывал. Заразная штука на самом деле, чужой литературный стиль. Каждый из нас сейчас работает в больших корпорациях. И одна вещь, которую мы постоянно задаемся, мы вообще правильно ли находимся в большой корпорации? Как сделать так, чтобы мы брали все хорошее от большой корпорации, чтобы уйти и начать свое какое-то дело? И ваша карьера сейчас есть посмотреть. Вы работали в международной компании и потом ушли в маленькую компанию. Ну, как бы стартап, но в сфере юриспруденции. И кажется, что вы взяли все хорошее с Бейкер и МакКинзи, но, наверное, также были какие-то плохие привычки от этой большой корпорации, какие-то системы, какие-то бюрократии. И вообще, если мы абстрагируемся от юриспруденции и, в общем, посмотрим на любую специальность, есть всегда какие-то большие корпорации и есть сфера стартапов, то есть компаний, которые только начинают. И многие люди, которые хотят достичь успеха, выбирают пойти в большие корпорации, так как там есть стабильный инкомсорс и также есть стабильная система. Но, однако, многие люди постоянно говорят, работать в таких больших корпорациях, по идее, также может повлиять очень негативно на твою долгосрочную карьеру. И вот как вы вообще думаете про эти концепты, про то, что как человек может сделать так, чтобы он взял всю возможность большой корпорации и смог создать что-то свое? Это классный вопрос, на самом деле. Я единственное поправлю. Я, конечно, когда в Грату уходил, она не была маленькой компанией, потому что Грата, в принципе, это первая, наверное, юридическая компания, созданная в Казахстане. Она в апреле 92-го года была создана. Вы представляете себе независимость, да? Декабрь 91-го, спустя три месяца, три молодых студента создают юридическую компанию, и она до сих пор работает 31 год. Игра-то была самой большой. Другое дело, что это был, конечно, стартап в том плане, что я уходил на направление, в котором до меня сменилось три директора за год. Не могли его поднять, потому что им надо было заниматься. Там направление, которым я до сих пор занимаюсь, транспорт, телекоммуникации, строительство, инфраструктура. В этом направлении нужен был специфический опыт, надо было уметь с клиентами на их языке разговаривать. Вот, и так далее. Вот в этом плане я, конечно, уходил на направление, которое лежало на боку, было убыточное, там не было команды, ни черта не было. Там все надо было с нуля создавать. И это был достаточно большой риск по сравнению действительно с абсолютно стабильной работой в Бейкере. И много, конечно, практик Бейкеровских. Да, я привнес в Грату, и они были и хорошие, и плохие. Но вопрос того, оставаться ли вам в большой компании, или все-таки пытаться уходить и делать что-то самостоятельное, это на самом деле вопрос ценностей. Вот если вот совсем глубоко копать, это вопрос ценностей. Для меня всегда абсолютной ценностью была личная свобода. Вот личная независимость. И вот я сейчас в свои 39 пришел к ситуации, когда у меня нет ничего похожего на руководителя босса-шефа уже много лет. Когда мой доход зависит исключительно от того, я встал с утра или не встал. И если я лежу с утра и ничем не занимаюсь, это, наверное, даже уже не сильно скажется на доходе, потому что у меня есть некий наработанный за эти бэкграунд, за эти 12 или сколько там лет. Я могу работать из любой точки мира, я могу поехать в Кембридж на год, ни с кем этот вопрос не согласовывая. Ну вот, работая в большой компании, вам вряд ли удастся это сделать. Объективно это так. Вам как минимум придется пойти поговорить с одним, поговорить с другим и так далее. Это вопрос ценностей. Я не говорю, что работа в большой корпорации – это плохо. Работая в большой корпорации, помимо дохода, есть одно колоссальное преимущество. Это для очень многих людей очень серьезное преимущество. Это предсказуемая траектория роста. Вот вы работаете в большой компании, вы примерно понимаете, где вы будете через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. Когда вы развиваете бизнес, или когда вы развиваете свой кусок бизнеса, я когда уходил в Грату, я понятия не имел, что будет через полгода. Понятия не имел, что будет через год. Уж на 10 лет я загадывать никак не мог точно. Это, конечно, был риск. Потому что могло же и не получиться. И тогда пришлось бы, я не знаю, в Бейкер возвращаться, как побитая собака. Меня приняли, конечно. Но это бы на мне отразилось. Потому что я попробовал, и у меня не получилось. И это, кстати, был дополнительный стимул. Для того, чтобы делать так, чтобы получилось. Поэтому это не хорошо и не плохо. Выбор большой компании, либо выбор какого-то индивидуального старта. Это вопрос ценностей. Что для вас ценнее? Стабильность или свобода? Предсказуемость или риск? Какой вы человек? Я по натуре своей человек. Я люблю немножко... Хороший был, классный термин недавно. Где-то я слушал какой-то подкаст. Я люблю немножко такой вот... Какой-то вот элемент непредсказуемости в жизни. Вот. Такой... Я бы даже так сказал. Предсказуемой непредсказуемости. Я бы вот так вот это выразил. Но это моя личная особенность. Это все от человека зависит на самом деле. Если вы хотите что-то поработать немножко в большой компании, взять какие-то там best practices и перейти, и начать что-то свое, это тоже классный вариант. Но это важно сделать вовремя. То есть очень важно не уйти слишком рано. Вот есть люди, которые в 22 года уходят, в 23 начинают какие-то... Я считаю, что эти люди еще толком ничему не научились. И важно это не сделать слишком поздно. Потому что в определенный период времени, примерно после 35 у вас начнет заканчиваться энергия. Это произойдет. Это будет 100% так. Вам придется придумывать какие-то дополнительные пути, как эту энергию в себе искать. Это уже будет вопрос дисциплины. А до этого возраста вам ничего придумывать не надо, потому что у вас прет. И вот очень важно вот этот накопленный опыт совместить с энергией. И тогда у вас будет 6-7 лет самого взрывного и классного роста и периода, когда вы будете, ну как я там 10 лет назад, кайфовать от того, что вы делаете. Вас не надо будет там гнать на работу палкой и поднимать по утрам. Вы будете просто кайфовать от того, что вы делаете. Вот какой-то такой ответ. Еще один такой вопрос. Вы уже сказали, что в сентябре вам исполняется 40 лет. И также вы сказали, что 35 заканчивается вот эта энергия. Но при этом вы все еще ставите новые цели в спорте, в образовании, в карьере. Как вы не перестаете терять вот этот голод к новым амбициям, к новым целям? Ну и я могу совершенно откровенно сказать, что каждая новая цель ставится все сложнее. Это я могу сказать совершенно точно. От многих вещей уже устаешь. Очень хочется какого-то вот элемента спокойствия. Но, во-первых, это тут вопрос двух вещей. Во-первых, это вопрос как бы дисциплины. А во-вторых, это вопрос образа жизни. Ставить цели может любой дурак. Амбициозные цели ставить может вообще любой дурак. Это вот для того, чтобы ставить амбициозные цели никем не надо, ничего особенного от человека не требуется. Вопрос в том, чтобы эти амбициозные цели добивать. Это вопрос дисциплины. Дисциплина – это вопрос формируемый. Дисциплина – это привычка. Привычка, если ты 20 лет вставал в 7 утра, то на 21 год ты не встанешь в 10. Ты встанешь в 7. И количество, скажем так, энергии, которую ты можешь посвятить каким-то деловым вопросам, спорту и так далее, это тоже вещь формируемая, накапливаемая. Это вопрос образа жизни. Если всю жизнь в одном стиле жить и работать по 14-15 часов, ну не скатишься ты до, там… Или очень долго будешь скатываться до какого-то более низкого количества. Я хорошо помню, дед мой, он всю жизнь был партийным работником, чрезвычайно ответственным. Вот он и в среднем в 6 утра вставал, и он работал всегда всю жизнь допоздна, и когда он вышел на пенсию, он резко сдал, потому что у него не было вот этой подпитки. Вот этой постоянной необходимой ему подпитки делом. Вот и все. И энергия уже в какой-то момент… Сначала ты берешь свою собственную молодую энергию и направляешь ее в дело, а 15 лет спустя дело тебя уже тащит. Когда у тебя молодой энергии уже нет, привычка, дисциплина, они тащат уже. Они помогают вот что-то делать и развиваться. И так всю жизнь будет. И это то, что я сейчас пытаюсь у своих детей сформировать. Потому что я поэтому, и я, и моя жена, мы поэтому стараемся им не давать особо расслабляться. Цель на самом деле вот всех вот этих вот кружков, спорта, хорошей учебы, языков и прочего не в том, чтобы накачать ребенка скиллами, на мой взгляд. Скиллы могут быть какие угодно, хоть, не знаю, вышивание крючком, цель этого сделать так, чтобы ежедневная необходимость что-то делать не была в тягости. Чтобы от нее, чтобы это был элемент образа жизни. Рано вставать, постоянно думать над чем-то, что-то планировать, вкладывать какие-то интеллектуальные усилия и так далее. Это вопрос, как бы, его надо тренировать постоянно. Вот, я не знаю, это ответ на ваш вопрос или нет, но я это как-то так вижу для себя. А насколько это получается с вашими детьми? Ну, пока сложно сказать, им же 9 всего. Но, в принципе, ну, я уже вижу, что у них не вызывает какой-то какого-то большого усилия спорт. Не вызывает никогда. Даже, допустим, в отпуске мы тогда. Обязательно в отпуске, там, раз в день я говорю, так, ребят, давайте-ка, вот вы поиграли там в бассейне, давайте-ка сделайте мне 10 бассейнов туда-обратно. И они, это уже не, да, папа, мы не... Они вот так вот, окей. Сделали, минут 15 поплавали для... Там, отработали, да, свою какую-то немножко программу. Все. То есть мы вот это смогли им как-то вот воспитать это в них. То, что какая-то, казалось бы, трудная задача, даже в несоответствующей обстановке, она не воспринимается как там, какая-то там тягость, чудовищная проблема. Сделал, 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 отдыхай. Вот как-то так. Пытаемся. Пока трудно, конечно, сказать, что из этого получится. С детьми на самом деле сейчас все сложно, потому что очень уж непредсказуемый мир, в котором мы живем. Ну вот, пробуем. Одна вещь, которую вы недавно сказали, это секрет быстрого достижения успеха. Это невозможно. Мне, честно, это очень-очень понравилось, потому что особенно сейчас я заметил в нашей стране и, в общем, наверное, в СНГ тенденция тому, что все хотят быстрого успеха, быстрых достижений. И то, что вы говорите, это успех на долгосрочке, где ты должен формировать какие-то привычки, которые формируются там в течение 15 лет, а не 15 дней, да, как все хотят в течение 30 дней стать миллионерами либо еще что-то. И я бы вообще хотел узнать насчет людей, которые вот послушали ваш совет насчет привычки, да, и они понимают то, что у них сейчас очень плохие привычки. Возможно ли вообще это как-то выиграть, свои плохие привычки, начать какие-то хорошие привычки, и вообще как это делать систематично и постоянно исправлять свои какие-то невзгоды? Это вопрос, который достаточно часто я слышу, и это вопрос, на который мне всегда очень трудно давать ответ. Вот я всегда считал, что бесполезно, например, успешных спортсменов спрашивать о мотивации, откуда они берут мотивацию для того, чтобы заниматься спортом. Эти люди не знают, откуда они берут мотивацию. Им просто нравится. Вот. У меня, когда спрашивают, как этот мем, в интернете, меня часто спрашивают в Инстаграме. Когда тебя никто ни о чем не спрашивает, но о чем-то написать надо. Вот. Вот меня часто спрашивают, да. Вопрос мотивации, вопрос мотивации в занятиях спортом. Я когда к Ла-Маншу готовился, я плавал в среднем 24 часа в неделю. У меня было недельное. И с 7 суток я одни сутки проводил в бассейне. И меня спрашивают, на мотивации, мотивации, найди мотивацию, найди мотивацию. У меня нет ответа на вопрос о мотивации. Откуда у меня ответ на вопрос о мотивации, если мне никогда в жизни не приходилось ее искать? Это как вот спрашивать. Опять же, я буквально пару дней назад писал пост о том, как голову держать в порядке в сложные времена. И то же самое. Вопрос очень часто прилетает во время этих сессий вопросов-ответов. Как справиться с депрессией? Я понятия не имею, как справиться с депрессией. У меня в жизни не было ничего похожего на депрессию. Я очень позитивный человек. Спрашивать, как справиться с депрессией, надо людей, которые пережили депрессию. Пришли. Спрашивать, как справиться с алкогольной зависимостью, надо людей, которые справились с зависимостью. Были зависимы, сейчас независимы. Вот. И так далее. Мне сложно всегда отвечать на вопрос о том, как формировать мотивацию. Как заставить себя подняться утром, потому что у меня никогда не было этой проблемы. Я вот, ну, и вот когда я об этом задумываюсь, вопрос-то задают, отвечать-то на нее как-то надо. Когда я задумываюсь, на мой взгляд, вот, если вот совсем глубоко, если вот убрать там вопросы дисциплины, вот это вот натаскивание себя, как заставлять себя, что делать там и так далее. Вот если вот совсем глубоко, глубоко прийти, я пришел уже давно и на примере спорта к выводу, что в таком вопросе, как мотивация, внешняя накачка не работает. Ну, не работает, да. Вы можете, там, миллион посмотреть, там, спортивных шоу в воскресенье и ужасно захотеть в понедельник утром всать в 6 утра и начать тренироваться. Но когда прозвенит будильник, вы захотите спать. Не работает внешняя накачка. Вот она в экстремальных условиях не работает. Никакая внешняя мотивация, никакое чье-то мнение. Вот на ла-манше в середине заплыва меня абсолютно не интересовало ничье мнение в случае, если я снимусь с заплыва. Вот не интересовало, мне наплевать было, потому что у меня было очень простое, на самом деле, оправдание. Вот если бы там кто-то, кто в инстаграме в прямом эфире наблюдает, у меня жена снимала в прямом эфире там мой заплыв, какие-то сторисы выкладывала, кто-то будет разочарован. Да мне наплевать, ты будешь разочарован или нет. Я 9 часов плыву, я умираю. Попробуй сам, вот сюда. И потом давай ты будешь разочарован, да. В Казахстане есть 2-3 человека, которые знают, что это такое. Вот они пусть будут разочарованы, окей, от них я приму разочарование, но не от там какой-то основной там, скажем, массы людей. И вот я отвлекся, да. Я пришел к выводу о том, что мотивацию надо формировать себе самому, без каких-то внешних убеждений и внешних примеров, а для этого надо объяснить себе зачем. То есть, условно говоря, вставая каждое утро в 6 утра, у тебя должен быть ответ на вопрос зачем. Зачем ты это делаешь? Ответ должен быть четкий и однозначный. Ради детей, ради будущего, ради себя, там, чтобы не быть там, не знаю, там, развалиной какой-то, вот. Чтобы, не знаю, жить счастливой жизни. Должен быть понятный, простой, четкий ответ. Но это должен быть твой ответ. Не ответ, который там, какой-то картинка для тебя сделал. Это должен быть твой личный ответ. Вот я понимаю, что это расплывчато. Я понимаю, что это не рецепт. Но у меня нет рецептов. И те, кто люди, которые продают мотивацию и пытаются сделать какие-то рецепты, я считаю, что это шарлатаны. Ну, на самом деле, это так. Это круто. То есть, если ты изнутри этого не хочешь, то ты не захочешь. Конечно, конечно. Это как и Марк Твен, который бросал, который говорил, что очень легко бросить курить, потому что он это делал сто раз. Ну, в то же время, как это? Мне интересно, что влияет на то, чтобы оно появилось? Это врожденное? Это просто есть? Или это можно как-то наработать? Ну, можно, наверное. Просто эта наработка-то откуда возьмется. Здесь, опять же, вот я все больше прихожу к выводу, наверное, с учетом какого-то жизненного опыта и так далее, что это все равно в конечном итоге вопрос ценностей. Вот что для тебя важно? Для тебя развитие важно? Для тебя важно не стоять на месте? А ценности, в свою очередь, это вопрос воображения на самом деле. Вот. Человека, вот, наверное, у которого развито воображение, который там в детстве много читал, который умеет мечтать, наверное, ему проще себя заставить делать что-то. Я вот, опять же, этим сейчас занимаюсь, пытаюсь заниматься в плане детей. Читать. Я до сих пор им девять, я до сих пор читаю. Им, попытаюсь подсовывать книги, которые на меня повлияли в детстве сильно, чтобы они мечтали о каких-то вещах. В конечном итоге все начинается вот с такой, на самом деле, банальной штуки, как желание. А желание берется из мечты, из воображения, из картинки, которую тебе хочется достичь. Вот сначала желание, потом все остальное. Когда вы начинали, вот вы привели пример со спортом, когда вы начинали плавать, вы мечтали о том, чтобы переплыть Ла-Манш? Нет, когда я начинал плавать, единственное, о чем я мечтал, это чтобы я мог по лестнице подняться, вот, в своем доме с первого на второй этаж, и наверху не стоять вот так вот. Вот это единственное, о чем я мечтал, на самом деле. Вот. Потом уже, как бы, поскольку системная какая-то, вот, все-таки, ну, какой системный подход у меня есть, да, он на работу, я походил месяц на тренировки, подумал, ну, наверное, а, там даже не так было, я занимался же до плавания, как и любой казах, который хочет заняться спортом, да, после тридцати, первое, на что он идет, это мордобой. Футбол или мордобой, да, две альтернативы. Я же до этого занимался где-то три с половиной года боксом, рукопашным боем занимался, и я там понял, что рано или поздно ты бросишь, если не начнешь соревноваться, и поэтому я ушел. Потому что, когда тебе уже за 30, а против тебя там стоит 22-летний мастер спорта, ну, как бы, после этого работать сложно немножко, вот. Голова как-то перестает, у меня и так, там, 7 или 8 сотрясений, это многовато что-то. Вот. Я начал искать какой-то более спокойный вид спорта, где можно начинать соревноваться. Вот спортом-то каким-то хотелось заниматься. Вот я походил месяц на плавание, я подумал, так, вот здесь можно соревноваться, это не травмоопасный спорт. Здесь соревнования не требуют от тебя там ничего особенного. Плыви и плыви. И я зарегистрировался на первый старт 3 километра. Это была Волга, заплыв X-Waters в Нижнем Новгороде. И все, я проплыл, мне понравилось, ничего сложного. 54 минуты я плыву эти 3 километра. Кайфанул. Потом в Испанию поплыл на 5 километров, потом Ocean Man сделал первый. Все, втянулся. Оказалось прикольно, оказалось мое. Вот как-то так. А вы тогда с кем соревновались? То есть вы смотрели на метрики, на какой, ну типа вы десятые, либо двадцатые в этом заплыве или вам было все равно на вашу позицию? Мне было абсолютно все равно. То есть я понимал, что плавание это такой вид спорта, и да, в принципе, наверное, это любого спорта касается сейчас, любого абсолютно профессионального спорта. В нем очень важно начать рано. Плавание, особенно важно начать рано, потому что если вы посмотрите на любого профессионального пловца, он физически, по профессиональному пловцу всегда физически очень хорошо видно, что это пловец. Человек с очень широкими плечами, как правило, скорее с короткими ногами, с очень длинными руками. Вот фигура Фелмса, да? Почему он таких успехов достиг? В том числе и потому, что у него абсолютно нестандартная фигура для обычного человека. И вот это формируется. У меня сын занимается плаванием, и он, в принципе, если мы минуту поплывем, он, наверное, будет уже быстрее меня на минуте. Вот. Если, как бы, ну, просто мы будем там плавать с ним, там, четыре бассейна, да? Вот. А ему девять. Вот. В плавании очень важен, и я, когда пришел на первый старт, я увидел, там стоят эти лбы, которые, там, мы в автобусе едем все вместе, да, по Нижнему Новгороду, к точке старта. И они, там, вот, в Лондоне на чемпионате мира, там, я, там, такое-то, там, двенадцатое место занял. Я сижу за ним, что я здесь делаю? Где вообще? Ну, остановите автобус, я сойду, пойду пиво пить. Какой? Ну, это лбы. Вот они два метра, у них вот такие плечи. Вот. И я очень быстро понял, что я в спринте, в скорости соревноваться с ними не смогу. И я стал думать, так, хорошо, ребята, я в скорости с вами соревноваться не могу. В чем я могу с вами соревноваться? В выносливости. Я стал нарабатывать именно в долгую заплывы, потому что у меня выносливость внезапно обнаруживает, что она у меня есть, а еще плавание очень важно с головой дружить. И даже пятерку многие, как бы, опасаются плыть, потому что начинают паниковать, открытая вода. Да даже не пятерку, а даже полтора многие. Вот. Для многих это челлендж. А я внезапно понял, что я десятку плыву спокойно, я четырнадцать плыву спокойно, я Гибралтар переплыл, и мне было, в общем-то, наплевать, сколько там, какое там расстояние подо мной, надо мной и так далее. И я понял, что это мое преимущество. Мое преимущество – это выносливость, мое преимущество – это то, что я хорошо владею собой, хорошо умею эмоциями управлять своими, и мое преимущество в том, что я крайне неохотно сдаюсь. Вот. И все, я эти качества начал развивать. И постепенно я стал подбирать заплывы, где не скорость важна, а где важен именно вот этот эндюранс, способность долго работать. В долгую. Вот. И я убежден, что подавляющее большинство спринтеров, которые… Ну, а спринтеры не плавают много. Они плавают быстро и коротко. Вот. И оказалось, что здесь есть сильнее. И там, допустим, я уже смотрю там по заплывам. Я там плыву, например, помню, в восемнадцатом году заплыв в Австрии 17 километров в Вертрезве, австрийское озеро в Каринтии. И я посмотрел, а я знал там многих ребят, которые плывут со мной. Я посмотрел, я там в списке, в общем, в зачете там 17-й оказался или 16-й, где-то там из 100. Я смотрю, ничего себе, там этот мастер спорта, этот чемпион России. И они все ниже меня. Потому что это другой навык. В спринте мне с ними делать нечего. В спринте я в этом лишний раз убедился. Я попытался отобраться в сборную Кембриджа. Я пришел сюда, и там стоят ребята, ну, им 20 лет, 21 год. Я спрашиваю, а ты чем занимаешься? Я чемпион Калифорнии. Вот. Я с ними махнул стольник, пришел почему-то я пришел, вот четыре человека плывло нас, я почему-то пришел третьим. Я до сих пор удивляюсь, как я умудрился третьим прийти, а не четвертым. Я вот так вот пожал плечами, сказал, ребят, спасибо, я все понял, больше я сюда не сунусь. До свидания. Но марафонское плавание это то, где у меня есть преимущество. Вот и все. Я лично сам занимаюсь долгим бегом, то есть стараюсь с день бегать по 10 километров и по выходным иногда по 20 километров. И одна вещь, которую я заметил, особенно во время соревнований, это вообще другая сфера, так как там ты должен также ментально понимать то, что в начале, если ты всю энергию потратишь, то скорее всего в конце ты не сможешь закончить это соревнование. И вообще вот эндюрин спорт и бег напомнил мне нашу работу. Мы работаем по спринтам, то есть фактически мы должны каждые две недели либо три недели заканчивать что-то, какую-то, какую-то часть работы, однако в конце концов все сводится не с спринтам, а к марафонам, даже на работе. Конечно, нужно какие-то, какие-то результаты приносить в краткосрочной перспективе, но всегда нужно как будто работать на долгосрочку. И всегда, когда я бегаю, я замечаю то, что я как-то свожу какие-то аналогии с моей жизнью. И хотел узнать, как вообще помогает вот марафонское плавание в вашей жизни, кроме спорта, и стали ли вы лучшим человеком, может, лучше отцом, лучше работником после того, как вы начали плавать? Интересный вопрос. Наверное, да. Наверное, да, помогает. В долгую действительно помогает планировать. Я вообще, в принципе, я по натуре своей такой человек, который не очень любит авралы. Я терпеть не могу рабочие проекты, когда все нужно вчера. Потому что, на мой взгляд, это не признак какой-то суперэффективности, это признак банального неумения планировать время. И вот я люблю работать в долгую тоже по каким-то рабочим проектам, раскладывать заранее какие-то проекты на какие-то элементы. Я вообще считаю, что это моя сильная сторона планирования больших сложных проектов, организация команд и так далее. И, наверное, да, здесь помогает. Ну, и в целом, плавание такая штука, она очень сильно, на самом деле, вырабатывает терпение, спокойствие и уже такой немножко отстраненный подход. То есть, вот менее эмоционально относишься к огромному количеству вещей. Ну, вот просто. Потому что, ну, ты сравниваешь те проблемы, которые у тебя в жизни с тем, что ты там делал, и понимаешь, что, ну, в общем-то, это ерунда, да. И если я там справился, там, на Гибралтаре, том же, там, и на Ла-Манше, и с таким колоссальным сопротивлением внешней среды, которое было там, то здесь, ну, как бы, окей, хорошо. Наверное, это все будет как бы проще. Вот. Да-да, помогает, конечно. Ну, мы начали вообще говорить про карьеру и перешли в спорт. И сейчас я бы хотел снова вернуться на тему карьеры, а именно юриспруденции, так как вы вообще работаете в сфере лоу, а мы работаем в сфере технологий. И мы очень часто, когда вместе собираемся, разговариваем про тему искусственного интеллекта. И я в прошлом году очень много смотрел на именно legal tech, то есть какие-то современные технологии в сфере юриспруденции, в сфере вообще в общем законов. И сейчас можно заметить очень-очень много стартапов в этой сфере. Допустим, Харви, она недавно взяла 5 миллионов от OpenAI. OpenAI — это компания, которая создала ChatGPT. И сейчас ChatGPT уже сдал несколько экзаменов международных университетов, именно университетов Америки по лоу, и они взяли passing grade, то есть C+, либо B. И вообще очень интересная тема для нас. Почему? Потому что мы хотели бы узнать вообще ваше мнение, насколько искусственный интеллект может заменить вашу работу, и какое у вас отношение к искусственному интеллекту? Ну, начнем с того, что, наверное, искусственный интеллект уже в какой-то степени заменяет какие-то юридические операции. Но особенность этих операций — это давно происходит, на самом деле. И способы стандартизации разных юридических процедур и операций, они на самом деле начали придумываться умными людьми задолго до возникновения искусственного интеллекта. Задолго. Вот. Один из таких способов — это, например, так называемые стандартные контракты. Не типовые контракты, здесь есть разница, а стандартные формы контрактов, которые разные международные профессиональные ассоциации разрабатывают под себя для своих нужд. Вот самый, наверное, типичный пример, такой немножко специфический. Вот. Ну, кто-то знаком, кто-то нет. Это ФИДИК. Строительные контракты международные, которые разрабатываются в швейцарской ассоциации и применяются во всем мире. И, в общем-то, искусственный интеллект в юридической сфере — это продолжение той же самой логики. Это стандартизация одинаковых операций. Вот что делает любой юридический бот, любое юридическое предложение. Оно хорошо выполняет стандартные одинаковые операции. Хорошо работает с Big Data, где надо собирать мануровые информации и на ее основе делать выводы. Поэтому искусственному интеллекту можно поручить простые контракты, стандартные, типичные контракты. Какая-нибудь покупка автомобиля и так далее. Можно искусственному интеллекту поручить анализ больших массивов одинаковых документов, например, в процедуре due diligence. Когда, допустим, я не знаю, компанию кто-то приобретает и нужно проверить 10 тысяч договоров этой компании. И они одинаковые. И их нужно проверить на предмет каких-то рисков. Но мы делаем допущение, что они одинаковые. И это может сделать искусственный интеллект. Как только в стандартную ситуацию вмешивается какой-то элемент нестандартности, искусственный интеллект с этой ситуацией работать пока не перестает уметь. Современные юридические проблемы, особенно современные судебные проблемы, это искусство такой степени сложности, с таким количеством переменных, что с ней искусственный интеллект, на мой взгляд, не справится еще очень-очень-очень долго. Вот буквально. Я уверен, что и наше поколение юристов уйдет на покой. И то, которое за нами, и может быть поколение моих детей, если они захотят стать юристами, вырастут и станут, и уйдут на покой. И только после этого искусственный интеллект научится решать вопросы вот такой степени сложности. Вот мы обсуждали буквально на днях. У нас был локшоп с профессором, с нашим, а она ведущий, один из ведущих, наверное, специалистов в мире в области Secured Transactions, то есть в области средств обеспечения исполнения обязательств. И мы обсуждали как-то чат GPT, и вот, честно говоря, сидела она, сидел я, там еще несколько студентов из Китая, ребята из Англии, и мы как будто через пять минут обсуждения пожали плечами. Ну, то есть, вот мы обсуждали экзамен, и она говорила, ну, слушайте, вы можете, конечно, попробовать, но зачем? Ну, вот это же, ну, в смысле, вот мы попытались там пару практических ситуаций буквально прочитать, и мы поняли, что, ну, это, это не, это из области, это даже не из области фантастики, это просто детский сад. Думать, что искусственный интеллект может решить такого уровня сложности проблемы, в которых ты одну переменную меняешь. Ну, вот, например, самая стандартная ситуация, самый стандартный вопрос, это, допустим, там, у вас судебный процесс между двумя компаниями. Обе компании, например, вам нужно придумать, как этот судебный процесс перенести в английский суд, потому что вам не интересно, чтобы они рассматривались, чтобы он рассматривался, там, в вашей стране, там, потому что суд коррумпированный, там, и так далее. Вот, обе компании в Англии не присутствуют. У одной компании есть, например, там, допустим, банковский счет у владельца, а у другой компании есть филиал, но не в Лондоне, а в BVI. И вот одна из компаний входит, например, в соглашение в ГАГскую конвенцию, да, 2005 года, а другая компания нет. Вот, и вот, вот это вот количество переменных, оно умножаемо бесконечно. И ты одну переменную поменял, у тебя все в картинке изменилось. И вот искусственный интеллект с этим пока, к сожалению, не справится. Поэтому то, что есть legal tech, это хорошо, операции надо стандартизировать. Вот, например, профессия, которая, на мой взгляд, умрет в ближайшие 10 лет, это нотариат. Потому что нотариусы, они занимаются тем, что выполняют некоторое количество стандартных операций. Вот у них есть стандартные формы, их, допустим, 30. И они в эти стандартные формы не вносят ничего, кроме там стандартных вещей. Суммы, стороны, заверили. Вот нотариат, он может уйти полностью, например. Простые регистрации и лицензирования, они у нас и так онлайн в Казахстане. Но они могут еще более упроститься. Вот такие вот простые операции. И пусть это будет, это супер, это экономит время. Это позволяет юристам, которые хотят думать, концентрироваться на интеллектуальных задачах. Вместо того, чтобы вот этот бессмысленный массив документов копать. А юристы, которые не хотят думать, ну простите, ребята. То есть вы имеете в виду, что вот настолько комплекс задачи, что каждая, по сути, новая, каждая проблема, она новая проблема. По сути, да. Не то, чтобы я мог бы изучить похожую ситуацию и там издреть какое-то решение. А потому что каждая ситуация по-своему новая, да, из-за этого сложности. Она по-своему новая раз и она все время меняется. Ну вот, например, такой вот бенчмарк-кейс. Это так называемое дело Браунли-2. Это дело, которое в английских судах, это дело об юрисдикции, оно рассматривалось 10 лет. И вынесли решение в прошлом году, по-моему, в октябре. И оно революционизировало сейчас английскую юридическую систему, потому что оно меняет правила применения юрисдикции. Там шла речь о том, может ли английский суд использовать для разрешения споров египетское право. Вот уже постановка проблемы здесь сложная, да. Вот это дело, которое 10 лет рассматривалось, оно бесконечно сложно. И это только дело о юрисдикции. Они до разрешения спора, по сути, еще не дошли. Они только решили, какой суд и какое право будет применять. И они это делали 10 лет. Другое дело, принципиально важный прецедент, который тоже поменяет всю систему английского судопроизводства в ближайшее время, это дело конвой калатров. Оно было рассмотрено в прошлом году летом. И причем не английским судом, а судом BVI. И это постоянно меняется. Постоянно. И это, во-первых, безумно интересно. А во-вторых, это бесконечно усложняющаяся система. И для того, чтобы в ней оперировать, нужно действительно, во-первых, очень глубоко знать все, что до, и нужно уметь применять все, что после. Ну, я хочу немного чаленджнуть эту идею, потому что компьютер и бесконечная, и факт того, что имеется бесконечная сторич данных, и имеются очень сильные модели, чтобы тренировать на прошлых знаниях, получается у машины намного лучше, чем у человека. Человек просто биологически не может столько информации в себе держать, правильно? И я бы вообще хотел узнать, что же имеется у человека, что не имеется у самых крутых моделей. То, что дает ему делать быстрые решения по факторам, которые меняются. Потому что, допустим, в сфере трейдинга лучшие трейдеры, это не трейдеры, которые чисто на свои интуиции смотрят, а именно трейдеры, которые дают компьютеру все эти переменные и дают решения в основном компьютеру, и они в конце просто делают трейд, правильно? У человека есть, я понимаю, что ответ сейчас будет выглядеть как масло-масляное, но у человека есть то, что его отличает от машины, и это что-то будет ему давать преимущество всегда. У человека есть человеческий фактор. И есть поразительный пример, и, кстати, это пример основанный на трейдинге. Буквально там, я не знаю, года, наверное, 4 назад, огромное количество трейдеров, огромное количество людей, которые занимаются инвестициями, и я в том числе, потеряли чудовищное количество денег из-за падения английского фунта. Я потерял одномоментно что-то в районе 40 тысяч долларов тогда. Не очень приятный был сюрприз. Утром проснуться, да, и ты думал, что где-то есть этот депозит, а его нет. И этим трейдингом за меня занимались программы. То есть это было распространено в одно время. Ты покупаешь там одного, двух, трех роботов, и они торгуют на валютных парах. Интересная была тема. И все без исключения эти роботы, они проблему с падением фунта упустили. Знаете почему? Потому что проблема с падением фунта была вызвана чисто человеческим фактором. Она была вызвана абсолютно идиотским решением о выходе Британии из ЕС. Брекситом. Это решение, оно никакими логическими моделями не просчитываемое. Потому что оно кретинское. Абсолютно. Вот Брексит сейчас ругают все. Но оно же было принято. Никакая логическая модель, потому что логические модели существуют в идеальном мире. А мы с вами существуем не в идеальном мире. Никакая логическая модель не могла предсказать Брексит. Абсолютно. Потому что это решение, оно было плохим для всех. Оно было очевидно плохим для всех с момента его появления. Но оно состоялось. И сейчас, ну вы живете в Англии, вы понимаете, что выглядит вокруг. Здесь забастовки каждый день. Здесь инфляция, здесь падение уровня жизни. А здесь проблема абсолютно неразрешимая с Северной Ирландией, которая вызвана Брекситом. Потому что теперь непонятно, где ее границы. Вот. И так далее. Вот это вам типичнейший пример того, как программой считали офигенные модели, а потом вмешался человеческий фактор. Под человеческим фактором я имею в виду две вещи. Первое – это эмпатия. Что такое эмпатия? Эмпатия – это способность человека понимать, как поступят те или иные люди. Плохо или хорошо? Эмпатия – это способность разделять мысли других людей. Вот эта машина не может пока. Опыт – это способность делать то же самое, но на основании своих каких-то накопленных данных. Но опять же, не на основании просто большого массива даты, а на основании эмоционального опыта, на основании пережитого и так далее. Ты можешь знать, что вот этот человек в такой-то и такой-то ситуации поступит умно, а вот этот человек в такой-то и такой-то ситуации поступит по-кретински. Но с точки зрения искусственного интеллекта это один и тот же человек. А иногда это может быть один и тот же человек, но в какой-то ситуации он поступит умно, а в какой-то ситуации его тригернёт, и он поступит по-кретински. И вот это ты можешь почувствовать только способом эмпатии. Ты можешь с ним поговорить и понять, ага, вот, наверное, в этой ситуации ты поведешь себя так. И на 90% ты будешь прав. Потому что у тебя есть этот жизненный опыт, позволяющий оценивать возможность того или иного поведения у людей. Вот это машины пока не умеют. Когда машины научатся это делать, вот это уже, наверное, будет означать приближение тотального эра искусственного интеллекта. Но я пока не понимаю, как. Потому что, ну, наша же, ну, это очень большая тема, я очень много читал на эту тему. Но, ну, скажем так, наша эмпатия, она же на массе вещей основывается. Вот, она же основывается не только на информации. Если бы мы могли мыслить и действовать только на основании накопленной информации и опыта, мы бы жили в идеальном и очень скучном обществе. Ну, это же не так. Ну да, но, как вы думаете, этот человеческий фактор в сфере юриспруденции и вообще на судах насколько она приводит к субъективным решениям, а не к объективным каким-то решениям. И вообще было бы идеально, как вы думаете, было бы идеально, если машины в основном принимали конечные решения насчет того, кто прав или не прав, так как там именно убирается этот человеческий фактор, а делается все по, наверное, каким-то законам, по конституции, не знаю. Есть потрясающие выражения, очень старые. В Америке кто-то из деятелей крупных, по-моему, в годах в 30-х еще сказал, что нет никакой вероятности, что суд присяжных вынесет правильное решение. Это невозможно. Статистически, математически, как угодно. Вы берете 12 людей, они не юристы, они не умеют трактовать закон, не умеют читать закон. Они с абсолютно разным бэкграундом. Все, что у них общее, это то, что они живут в одном районе. Но вы соединяете их вместе и происходит поразительная вещь. В 99% случаев они выносят правильный приговор. Потому что это так работает. Потому что вы объединили 12 людей с разным жизненным опытом. Эти люди обменялись какими-то впечатлениями. И поскольку базовые настройки справедливости, понимания закона, понимания того, что есть хорошо, что плохо, они у всех одинаковые. В конечном итоге суды и присяжных работают. Хотя статистически они работать не должны. И вот здесь на самом деле то же самое. Если бы речь шла о том, будет ли там мое какое-то дело рассматривать в суде умный непредвзятый судья или искусственный интеллект, я предпочту всегда умного непредвзятого судья. Потому что будет масса факторов, есть на самом деле масса факторов. Например, в тех же английских судах есть такое понятие, как good arguable case. Расплывчиво звучит, правильно? У вас хорошее дело или не очень? Но это юридическая концепция. Есть понятие good faith. То есть поведение ваше, насколько оно в данном случае оправданное, честное и насколько оно reasonable. Это вопросы оценочные. А оценочные вопросы, опять же, я повторюсь, для них нужна эмпатия, для них нужна способность проникнуть. Вот есть потрясающий пример, например, того, что... Я очень люблю этот пример. Это дело Березовского. У Березовского было несколько судов в Англии. И вот первый из них по делу Аэрофлота, Аэрофлот против Березовского и Глушкова. Эти кейсы, они есть в всесвободном доступе, они рассматриваются английскими судами регулярно. Вот в университетах, как пример. Березовский выиграл. И потом, когда было дело по Сибнефти, по доле в Сибнефти, Березовский, будучи уверенным в том, что он, поскольку первое дело выиграл, он понимает, как английская система функционирует, он сделал колоссальную ошибку. Он, во-первых, давал показания на английском сам и без переводчика. А во-вторых, он решил, что он сможет логически, аргументами, как переговорщик опытный и очень крутой, воздействовать на судью. И в суде, в решении суда, которое вынесли против Березовского, судья, я забыл ее фамилию, она сказала, этот человек, то, что он говорит, оставляет у меня ощущение того, что он постоянно вред, постоянно манипулирует. Это решение английского суда по делу в доле в крупнейшей нефтяной компании. И это решение, вынесенное на основании ощущений, было вынесено по делу, в котором цена вопроса была ну пара миллиардов долларов точно. И это решение никто не оспаривает. Ну, точнее, его пытались тогда оспаривать, но сейчас это часть английской прецедентной системы. Потому что у суда есть право посмотреть и понять, так, родной, ты вроде бы логично себя ведешь, да, на самом деле, но есть у меня все-таки впечатление, что ты, милый человек, мошенник и хороший человек. И если судья честный, если он работает 40 лет, если он в этой системе, здесь происходит то же самое, что и с судом присяжных. Судья выносит правосудное решение. Поэтому я повторюсь, да, но правосудное. Поэтому я повторюсь, если в идеальной ситуации выбора, где у меня будет умный, опытный судья и идеальный искусственный интеллект, я всегда предпочту умную судью человека. Всегда. И вот, кстати, я не знаю даже, есть ли у нас время это обсудить, но это просто супер тема. Я ее очень люблю. У меня, я в Телеграме в своем писал, что было в 2013 году исследование, которое провел Оксфордский университет, называлось у нас The Future of Employment. И там проанализировали 702 профессии на предмет их потенциального исчезновения в будущем. И, конечно, с 99% вероятностью исчезают профессии, которые, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, профессии, которые можно легко стандартизировать. Охранники, люди, которые поднимают шлагбаум и так далее. люди, которые там, не знаю, на кухнях сейчас режут еду. Вот, наверное, шеф-повара трудно заменить, а вот такого человека, наверное, проще. И почти, ну, очень низок, скажем так, риск исчезновения профессии, который основан на взаимодействии человека с человеком. И это сделано не только потому, что человек лучше понимает другого человека, хотя это так. Это так еще и потому, что человек доверяет другому человеку, склонен доверять. Поэтому психологи-люди лучше, чем психологи-машины. Хотя есть программы, которые, вот в области искусственного интеллекта есть такие стартапы. Психологи-судьи лучше, чем Legal Tech. И так далее. Психологи-учителя, точнее, стоп, не так. Учителя-люди лучше, чем учителя-машины. Везде, где стоит вопрос о доверии, о личных взаимоотношениях, нам не надо забывать о том, что когда мы говорим об экономике, а мы говорим об экономике, потому что эти стартапы кому нужны? Они не нужны никому, если люди не будут их покупать. Когда мы говорим об экономике, мы говорим о чем-то, что люди могут захотеть купить, за что они могут захотеть заплатить деньги. Если человек не доверяет искусственному интеллекту учителю, этот стартап не состоится. Если человек не доверяет искусственному интеллекту психологу, или доверяет человеку больше, Нам никогда не надо забывать о том, что машины и искусственный интеллект существуют в идеальном обществе, а мы существуем в неидеальном обществе. И так будет всегда. Потому что мы люди, и людей становится все больше. Круто. Еще один вопрос, который мне интересен, это то, что вы сейчас учитесь в мастерс в Кембридже. Как вообще пришла вот эта идея в 30 с лишним лет делать мастерс? Это хорошо сейчас польстили, 30 лет. Делать мастерс, когда у вас есть семья, когда у вас есть ваш бизнес, и вы уже обосновавшийся человек? Ну, во-первых, я всегда хотел, начнем с этого, я всегда хотел магистратуру, почему я всегда хотел хорошую, крутую магистратуру. То есть, если бы я, скажем, поступил в какой-то, я не знаю, там, ни один университет, не хочу оскорбить, не буду называть, да, но в какой-нибудь там университет третьего дивизиона, да, то я бы не поехал наверняка. А в Кембридж, ну, это Кембридж. Я почему не стал в свое время поступать, сразу после окончания университета, по очень простой причине, потому что я университет закончил в 2004 году. Года с 2002 по 2007, это были, наверное, самые, с точки зрения, самые благополучные, наверное, года в современной истории Казахстана. Вот реально, там ощущение, если ты хоть что-то соображал, хоть что-то, ты начинал расти, как бамбук. Вот буквально, а ощущение тогда было такое, это просто невероятное было ощущение, я его помню до сих пор, особенно 2007 год, но это, правда, год накануне катастрофы, вот, а это было ощущение, что ты вот ветку в землю воткнешь, придешь завтра на это же место, и там будет дерево, и вместо листьев там будут доллары. Вот мир был тогда так устроен, и вот ехать и тратить на магистратуру время, тогда просто не хотелось. И я считаю, что я правильно сделал, потому что я моментально вырос, да, я, как только попал, например, в Development, как только попал в Capital Partners, я через полгода уже вел, как юрист, проект реконструкции Меделлу и Чембулака. Вот Чембулак, вот вы на канатной дороге едете, вот это мы сделали, это делала моя команда. Я покупал эту канатную дорогу, я ее покупал, вот лично. Вот мы летали в Австрию, в Швейцарию, встречались там с этими компаниями, там и так далее. Мне на тот момент было 23 года. Кто бы мне дал в 23 года это сделать еще? Но я еще раз повторюсь, это время такое было. Если ты хоть что-то соображал, ты начинал расти просто страшно. Вот то, как мы тогда зарабатывали, я не зарабатывал. Ну, нет, я не в плане абсолютных сумм, конечно, сейчас суммы другие, да, намного больше. Но вот именно в плане легкости вот этого. И очень не хотелось это время терять. А потом все, я, ну, как бы, потом, потом, потом седьмой, потом большой кризис, потом бороться с кризисом, потом я ушел в Бейкер и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, условно говоря, до очень недавнего времени, то есть, примерно до 35, у меня банально времени не было. Карьеру делал я там, строил дом, у меня дети были там маленькие совсем там и так далее. Вот. И вот с какого-то момента стало понятно, что вроде бы система отстроена уже. У меня сейчас хорошая команда, отличная команда в Казахстане. Я поэтому уехал там со спокойной душой более-менее. Потому что у меня есть ребята, там очень четко все процессы налажены, там я на эту массу времени потратил. Дети уже не маленькие. Как бы, есть свобода, мобильность, возможность работать откуда угодно. И вот я подумал, что если я сейчас это не сделаю, я это, наверное, уже никогда не сделаю. А если они делают это никогда, ну, будет как-то обидно. Да, потому что все-таки хочется большое интересное юридическое образование получить, крутое. Это первый момент. И второй момент, вот в профессиональном плане, это на самом деле точка роста. Вот даже сейчас, вот я с 18 годами опыта поехал в магистратуру, там большинство людей, которые со мной учатся, они, конечно, намного моложе. Но даже сейчас это точка роста. Потому что я буквально в четверг утром, мы взяли проект, по которому вели переговоры до этого два месяца. И 70% этого проекта было о том, что я изучал. Более того, поскольку мы с английскими юристами вели переговоры, если бы я это не знал, я думаю, нам проект бы не дали. А это проект, который, как в том анекдоте, да, зачем ты, сын, закрыл это дело, оно меня кормило, тебя и еще сына твоего там будет кормить. Зачем ты уголовное дело это закрыл и выиграл, да, почему-то такой радостный. Вот. Это проект, который, ну, еще года два, наверное, будет хорошо и качественно стрелять. Да, я надеюсь на это, да. Если бы было дерево, постучал бы. Вот. Поэтому вот это так, это уже работает, на самом деле. Уже какую-то массу, я уже английские юридические документы читаю по-другому. Я уже понимаю, как функционируют английские суда. И это будет все. От этого, как бы, никуда не уйти в нашей работе. Только, наверное, очень далекие от экономики люди могут полагать, что казахстанский бизнес варится только в Казахстане. В лондонском международном арбитражном суде, LCA, который, наверное, крупнейший в мире, одно время процент казахстанских кейсов превышал, был 4%, что ли, от всего числа, он превышал количество кейсов российских. Наши очень любят судиться. Казахстанские кейсы мне на лекциях рассказывают, вот, такие ведущие. У Казахстана инвестиционных судов много, иксидовских. Поэтому это все очень полезно, это все в кассу. Вот это вот такое вот сочетание пользы и как бы желания, то есть личных факторов и профессиональных. Вот в контексте, лично у меня такое впечатление, что, допустим, бакалаврят после школы, он дал окружение, именно среду, где ты прорабатываешь какие-то привычки, ты строишь свой взгляд какой-то на мир, и ты привыкаешь к взрослой жизни. А вот магистратура, вообще обучение, когда ты уже состоявшийся человек, что он в целом дает, кроме знаний? Это могут быть, я не знаю, в бакалавряте говорят, что это окружение, то есть это правильные люди, друзья, опыт. Ну, конкретно, наверное, я не скажу за всю магистратуру, конкретно магистратура в Кембридже дает доступ к уникальной, я считаю, базе интеллектуального капитала. То есть к доступу в сообщество людей, которые на передовой мировой юридической мысли решают те или иные проблемы. Ты знакомишься с этими людьми, начинаешь с ними взаимодействовать, какие-то вещи даже ты им подкидываешь, которые им становятся полезными и так далее. Это доступ к интеллектуальной среде. То есть, конечно, в намного меньшей степени это про отношения магистратура, хотя бы потому, что магистратура короткая. Бакалаврят, вы много лет вместе, да? Вы, естественно, складываются какие-то дружеские связи. И потом мне повезло, очень мои лучшие друзья, с которыми мы идем по жизни, это люди, с которыми я учился. До сих пор мы очень тесным кругом, 7-8 человек, мы до сих пор лучшие друзья. 20 с лишним лет спустя. Конечно, это и в силу возраста про личные отношения. Магистратура про другое. Особенно кембриджская магистратура, она про интеллектуальную среду. Причем этого так много, что тебе уже приходится выбирать доступ к каким интеллектуальным данным тебе интересен. Потому что ты все не осилишь. Всего много. В Кембридже все время что-то происходит. Вот, поэтому для меня это про это, в первую очередь, магистратура. А вообще знания сейчас в магистратуре и вообще в общем университете преподносятся так же, как и 20 лет назад. Как будто бы, да? Так же, такие же техники используются, такие же research paper в конце семестра ты должен писать. Насколько это вообще, эта тенденция правильная может быть? И насколько сейчас в Кембридже вы используете какие-то передовые техники в сфере образования, чтобы улучшить себя как эксперта в сфере investment law? И вообще используют ли профессора эти новые техники? Потому что кажется они как будто с большим опытом. Если они очень взрослые, они вообще стараются ли изменить свою методику? И надо ли изменять методику, так как технологии постоянно меняются, однако навыки изучения, они остаются такими же? Или они также должны меняться? Ну, я считаю, что не должно быть как бы технологии ради технологии, да? И только потому, что какая-то технология доступна стала в образовании, ну, это вряд ли означает, что она будет лучше, да? Кембриджская, почему мне, в том числе в оценке, так сказать, место, куда мне идти? Я же поступил не только в Кембридж, я поступил в ЛС, поступил в Торонто. Вот, и я оценил, куда пойти. И мне там не только имя, конечно, имело значение, хотя Кембридж там, ну, это как бы такой, да? Вот. Я присматривался к методам работы. Мне очень понравился кембриджский метод работы, который они называют workshops. Это когда вот мы вот таким вот кругом сидим, у нас максимум, там, может быть, человек, там, не знаю, 8-10 максимум, а чаще 4-5. И мы разбираем проблемы. То есть, сидит с нами точно так же преподаватель. И то, о чем преподаватель с нами говорит, он, может быть, сам до конца не разобрался. Он говорит, слушайте, ребята, вот это и вот это и вот это, это то, над чем мы сейчас ломаем здесь в Англии копья. Вот это здесь вот есть такие мнения, а здесь вот есть такие мнения. Это непонятно. А здесь вот новый прецедент вот такой вышел. Давайте-ка вместе с вами посидим вот пару часов. Вот у меня кофе, а вот печеньки. А хотите сидр вон там в холодильнике? Вот хотите в сад выйдем, вот зеленая лужайка. Но давайте мы посидим с вами и пообщаемся, и подумаем. И это суперинтеллектуальное общение, к которому, конечно, надо готовиться. Потому что каким лукшопом там сутками готовишься. Просто для того, чтобы поддерживать вот этот уровень беседы. И я вспоминаю, что по большому счету во время моего обучения в Казахстане, в КазГИУ, мы по большому счету делали то же самое. Потому что, конечно, там были лекции, конечно, сидело 100 человек. Но лучшие преподаватели наши, например, Нина Константиновна Котова, она нам преподавала уголовное право. Что мы делали? Ей было наплевать, кто сидит в аудитории. Собирались вокруг нее на передних партах 7-8 человек, которые хотели это обсуждать. И она говорила с нами. Она говорила, ребята, вот здесь вот, вот так, а вот здесь вот так. А там остальные сидят, не сидят, сдадут, не сдадут. Ей было абсолютно все равно. Ее интересовали люди, которые пришли думать. И я понимаю, что этот подход не изменился. И я считаю, что этот подход, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, он лучше пока любого технологического решения, потому что он основан на беседе человека с человеком. А беседа человека с человеком – это лучший способ что-то понять. Когда тебе человек разбирает и говорит, вот, красное – это красное, а черное – это черное, а посередине есть белое. Но белое здесь не совсем белое, оно еще и серое немножко. Поэтому, поэтому и поэтому. И это понять проще, чем если тебе это выдает какая-то машина, программа, в какой угодно интерактивной форме, неважно абсолютно. Хотели еще одну тему вот такую затронуть, возможно, немножко шептильную, но она очень вас касается в том плане, что, ну вот, вы, наверное, очень популярны в Казахстане за счет своего мнения, которое отражается касательно политики Казахстана. И тут хотелось бы оговориться, что, допустим, мы втроем, допустим, очень стараемся не лезть обычно в политику, особенно там, допустим, публично не говорить, хотя, возможно, какие-то мнения у нас есть, но мы стараемся туда вообще не лезть и не говорить о политике. И, однако, чаще, часто же звучит в целом, допустим, какой-то успешный молодой человек, может, о нас иногда так говорят, что мы там едем работать за границей в крупную компанию, и говорят, вот вы там, будущее Казахстана будете возвращать и поднимать страну, допустим. Но тогда возникает такой вопрос, и очень интересно узнать ваше мнение, насколько возможно, будучи даже крутым специалистом, шарящим в своей сфере, там, зная много, допустим, даже в том же самом программировании и так далее, помочь и привнести, допустим, в свою страну как-то оказать какое-то влияние положительное и, возможно, не вовлекаясь в политику сильно. И насколько важно, допустим, молодому поколению все-таки иметь какое-то политическое мнение и какую-то свою точку зрения на все события, допустим. Ну, скажем так, наверное, лет 15 назад меня политика особо тоже не интересовала сильно. Меня интересовала карьера, интересовала, конечно, возможность стать специалистом, становление собственное и так далее. О политике я лично начал задумываться тогда, когда у меня появились дети. Потому что любой человек, который более-менее старается планировать и понять, что будет происходить в нашей стране, в Казахстане, у этого человека есть выбор. И этот выбор или верить только в хорошее, или верить только в плохое, и этот вариант выбирает очень много людей. Или пытаться все-таки как-то объективно оценить чего больше, хорошего или плохого. И, исходя из этого, строить какие-то планы на будущее для себя и своих детей. Вот я стараюсь придерживаться последнего варианта. И если его придерживаться, не думать о политике невозможно. Потому что хорошего в стране происходит много, это объективно так. И плохого в стране происходит много, это тоже объективно так. И хорошее и плохое происходит в разных сферах. И с какого-то момента становится понятно, что или ты начинаешь как-то пытаться активно влиять на события, хотя бы путем формирования общественного мнения. Вот то, что пытаюсь делать я. Или, наверное, надо, есть такое классное выражение, я его обожаю просто, надо менять страну пребывания или менять страну пребывания. Поняли, да? Вот. Или, наверное, надо уже думать о том, чтобы жить в другой стране. Вот. Мой выбор пока это пытаться как-то воздействовать на общественное мнение в вещах, которые мне не нравятся в стране. Эти вещи не всегда касаются политики. Эти вещи касаются многих других вещей. Там, домашнего насилия, там, и так далее. И это, мне кажется, неизбежно для любого разумного человека. Именно это причина того, почему вот на те выборы, которые будут через неделю, пошло такое огромное количество людей сейчас вот в кандидаты. Да, причем не только в Мажелис. Мажелис как раз в контексте этих выборов мне лично наименее интересен. В Маслехат пошло огромное количество людей, в районные, городские. То есть туда, где надо работать на земле. Бизнес туда пошел. Активисты, общественные деятели. Потому что они понимают, что если менять страну пребывания, в хорошем смысле менять ее к лучшему, то это надо делать на земле. Дороги ремонтировать, следить за безопасностью, за тем, чтобы для детей была безопасность всегда, чтобы воздух был нормальный и так далее. И на этом этапе ты неизбежно начинаешь интересоваться политикой. Неизбежно. Просто потому, что если ей не интересоваться, то надо уезжать на теплое море, покупать себе домик и до конца дней своих мочить ноги в бассейне. Тоже для кого-то выбор. Для меня это пока скучноватый выбор. Не факт, что я к нему не приду. Вполне возможно приду. Но пока это скучно. Пока хочется все-таки немножко еще, как та лягушка в банке с молоком, немножко хочется еще поцарапаться. Вот как-то так. А могут ли профессионалы влиять? Да, конечно, могут. Личностный фактор имеет огромное значение в Казахстане сейчас. Вот фактор личности. Фактор человека на нужном месте, который хочет что-то менять, он имеет просто колоссальное значение. Я не буду сейчас называть конкретные персоналии, но, скажем так, личностный фактор, вот цифровизация госуслуг в Казахстане, это личностный фактор, на самом деле, я считаю. Не только министра Мусина, которого принято в связи с этим упоминать, но и нескольких людей до него, про которых забыли там уже. А они тоже повлияли сильно на вот эти вещи. И так далее. Сильный у нас среда госслужбы, в основном, в массе своей, настолько инертная, настолько привыкла воспроизводить саму себя и процедуры, что сильный человек на правильном месте, человек, который не хочет по этим правилам играть и хочет что-то менять, он очень много меняет. Я это много раз видел, на самом деле. Вот как-то так. А как вообще сохранить баланс кухонного политика и человека, который реально будет менять? Просто у нас, мне кажется, каждый второй является кухонным политиком по-своему. И, конечно, каждый из нас не должен быть безразличным, так как политика, она, как вы уже сказали, влияет на то, как вообще город развивается, на глобальное потепление в какой-то мере. Как вы сами этот баланс находите? Мой способ находить такой баланс очень простой. Я давным-давно для себя выработал правило, что я не лезу в каждую тему. То, что тема же очень много обсуждается. Вот на этой неделе в Фейсбуке там будут греметь две темы, на следующие еще две, на следующие там еще какие-то. Это обсуждается все время. Есть люди, которые высказываются по каждой и ждут их мнения, этих людей. И мне там пишут, почему вы не написали здесь, почему вы не написали там. Я давным-давно для себя выработал одно очень простое правило. Я вмешиваюсь в своей какой-то накопленной аудитории, своим каким-то, не знаю, большим или маленьким влиянием на общественность и происходящие процессы только в одном случае, если я могу что-то изменить. Все. А во всех остальных случаях, даже если эту тему будут обсуждать вообще все, даже если там будут от меня требовать высказывания, я не буду высказываться. Только если я могу что-то изменить. Только как изменить? Привлечь внимание, показать эту проблему с той стороны, с которой ее не видят. Сделать так, чтобы на какую-то проблему обратили внимание госорганы наши, о которой не пишут. То есть заговорить о ней в первый раз. Вот так. Все. Если я не могу поменять, я не буду просто об этом высказываться. Есть масса тем, на которые хочется написать. Спорт, кем речь, дети и так далее. А топтаться на каждой теме, это действительно... Ну, наверное, что-то в этом есть. Есть такое хорошее стихотворение у Сергея Плотова. Называется «Дети великой Крутоне». Там есть прекрасная фраза. Что-то есть насекомое в воспроизводстве их. Вот если мы говорим о чем-то кухонном, то вот это, наверное, что-то кухонное. Понятно. А выборы, это тоже возможно справлять с какой-то стороны? То есть, ну, как лучше подготовиться к выборам нам, как людям, которые голосуют? Это же тоже, с одной стороны, влияние. Это не с одной стороны влияние. Выборы – это единственный юридический механизм вашей обратной связи с государством. Единственный. Других не существует. Фейсбуки, социальные сети, демонстрации, митинги, все остальное – это все есть. Но это механизмы, ну, они, во-первых, не столько, как бы, юридические. Во-вторых, как бы, они то есть, то их нет. И, в-третьих, это все немножко отдает самодеятельности. Выборы – это единственный механизм. Поэтому на выборы идти надо всем. Я пойду в следующее воскресенье, в Лондон, сюда приеду. Вот, я отправил там свои данные в посольство, там, и так далее. Вот, а и надо разобраться. Вы, вам интересно ли голосовать? У вас будет несколько таких разноцветных бумажек, которые вам дадут, там будет Мажелис, Маслехат, там, и так далее. Вот, и вам в каждой бумажке, вам надо разобраться. Вам интересно голосовать за какую-то из нынешних партий? Мне нет. Мне не интересно. Мне не нравится ни одна из них. Вам интересно голосовать за какого-то кандидата по вашему округу в Мажелис? Кто вам нравится? Посмотрите, подумайте, просто послушайте этих людей. Дебаты послушайте, почитайте их программы. Они, конечно, все одинаковые. Но вдруг кто-нибудь будет конкретнее, чем остальные. А на Маслехаты надо обратить внимание. У нас Маслехаты недооценивают колоссально. У нас вообще большинство, ну, у меня такое ощущение, большинство людей живет с ощущением, что никаких Маслехатов нет. А Маслехаты – это основа. Это самый близкий и самый понятный способ сделать так, чтобы вашим голосом кто-то говорил с госорганами. И если это депутат, то ваш голос будет громче. И потом у нас вроде как заявили, вроде как, что у нас, когда будут выборы Акимов, они будут с Маслехатами согласовываться где-то в будущем. Хорошо, но это пока, может быть, этого нет. Но это пообещали. Давайте исходить из этого. Давайте пытаться делать так, что мы так еще будем и на исполнительную власть влиять таким образом. Все. Единственный легальный способ. Не пользоваться им – это обкрадывать самого себя. Это самому себе у тебя есть возможность говорить, ты не говоришь. Это твой выбор. Один вопрос. Почему вы не безразличны к политике? Вот вы сказали насчет детей, но также вы вначале сказали то, что сейчас у вас финансово уже позволяет переехать куда угодно в мире. Почему вы до сих пор безразличны к политике Казахстана? И почему вы хотите изменить или как-то повлиять на изменения? Ну так а почему я должен переезжать? Ну это странно же. Переезд, вообще эмиграция, сколько бы у вас денег не было, это всегда дискомфорт. Чудовищный дискомфорт. Вы выдергиваете себя из привычной среды, которую вы любите. Я думаю, каждый из вас это на себе почувствовал. Среды, в которой вы выросли, в которой вы все понимаете. Вы попадаете в чужую среду. Более того, вы попадаете в чужую среду, в которой вам не рады. Вы туда перевозите своих детей. И не факт, что ваши дети там будут себя чувствовать хорошо. Эмиграция это дискомфорт огромный. Ради чего я должен в своей стране этот привычный мне комфорт, который я люблю. Мне нравится жить в Казахстане. Я люблю Алматы, я кайфую от жизни Алматы, за некоторыми исключениями, которые я сейчас упомяну. Почему я должен привычный мне комфорт из-за какой-то кучки клоунов менять на дискомфорт? Почему? С какого перепула? Ну это же, это странно допускать, что вот твоя жизнь, она вот до такой степени управляема кем-то. Да, хозяином своей жизни надо быть самому. Но тут начинаются как бы уже нюансы. Есть, и вот опять же, я вернусь к тому, о чем я говорил. С какого-то момента ты понимаешь, что или ты пытаешься что-то поменять, или вот надо действительно, наверное, на этот дискомфорт идти. А пытаться что-то поменять, ну единственный, наверное, доступный способ, это вот действительно пытаться делать так, чтобы твои кандидаты были, да, я не знаю, там, в том же Мажелисе или в том же Маслехать, поднимать проблемы, говорить о них. Вот, и все. Это же очень просто на самом деле. Это очень простая постановка вопроса. Другое дело, что надо быть реалистами, да. Вот я совершенно четко для себя понимаю, что проблема, например, воздуха в Алматы при самом потрясающе идеальном и демократическом правительстве, которое завтра вдруг после выборов 19-го просто сияющей, с нимбом и звездой во лбу сформируется, да, давайте будем там иронизировать, просто идеальные будут люди. Барак Обама там на их фоне будет просто, не знаю, там, каким-то диктатором, да, из средневековья. Даже если такая возникнет атмосфера, с воздухом в Алматы следующие пять лет ничего не изменится. Ну, ничего не изменится. Все, загнали эту ситуацию уже в такой тупик, когда там ничего не изменится. С пробками в Алматы ничего не изменится. И потери времени. И все, и дальше я начинаю оценивать. Я готов следующие пять лет своей жизни потратить на то, чтобы бороться вот с этими проблемами. Или все-таки я попробую, пока я еще там относительно молодой, есть энергия, деньги и там и так далее, попробую все-таки встроиться в другую среду. Не ради себя, а ради там хотя бы будущего детей. Реалистами мы должны быть. Все, нужен здравый смысл. И все вот эти политические решения, решения о миграции, участие там в выборах и так далее, причиной всех этих решений должен и может быть только здравый смысл. Мне понравилось, как вы также применили здравый смысл к эмиграции, потому что сейчас такая тенденция наблюдается, где эмиграция, она может даже немного романтизируется, в плане того, что кажется, что трава на другой лагуне немного зеленее, но в реальности мы также обсуждали в одном из эпизодов, как мы адаптировались сюда. Каждому из нас все равно Казахстан по-своему ближе и имеет намного какие-то позитивные стороны. Поэтому, конечно, здравый смысл нужно применять везде. И это очень крутой совет. Для меня это вопрос еще и в том, что это очень много же факторов. И вот для меня один из ключевых факторов в принятии решения о переезде или не переезде, о том, в какую среду конкурентную попадут мои дети. Вот масса людей, например, из Казахстана любит переезжать, не знаю, в Турцию, на Кипр и так далее. Я вот думаю, а дети мои, а у меня сильные дети, ну объективно, они умные, они отличники, они спортсмены и так далее. Я вот думаю, а мои дети, попав вот в эту среду, они в конкурентную среду попадут или они попадут в среду, в которой они сразу расслабятся, потому что они сильные. Вот сейчас, что при всех недостатках? В Алматы и в Астане среди детей очень конкурентная среда. У нас у всех, у моего поколения очень сильные дети. Очень, потому что мы неравнодушные родители, в них массу всего вкладываем. И растет мощное, умное, умеющее соревноваться, стрессоустойчивое, думающее, любознательное, смелое поколение. Вот мои дети, мне нравится, что мои дети в этой среде растут. И там я начинаю сопоставлять. Так, мне это нравится, это супер, это классно. Но, блин, у меня сын этой зимой месяц валялся, потому что болел. Так, я начинаю сопоставлять. Я хочу, это важнее или это важнее. И ты уже в конечном итоге, по совокупности всех этих факторов, приходишь к какому-то выводу. Уезжать, не уезжать, оставаться, не оставаться. Да, в этом плане также мы, помните, обсуждали насчет школ. И многие из нас хотели бы наших детей именно в школе, именно в Казахстане. Мы сами, я, допустим, выпускник Назарбаевской интеллектуальной школы. И одна вещь, просто объективная метрика сейчас именно ниши, поступить туда. Мне кажется, в Казахстане самое сложное. Вот в Астану и в Алмату поступить. Там более двух тысяч детей подают на сколько там, 50 мест, что ли. И просто эта метрика просто объективно показывает то, что в Казахстане за образованием, особенно за школьным образованием, все прям инвестируют, родители, несмотря на социальный статус, в основном инвестируют на своих детей и на среднее образование. И в этом плане, мне кажется, даже после того, как я, допустим, лично перешел в международный университет, я понял то, что образование, школьное образование ниш на порядок выше, чем даже многие международные лучшие школы. А главный вопрос, который я задал, почему же этот уровень отличается? И так же, как вы сказали, это чисто из-за того, что другие дети, другие мои ровесники так же со мной соревновались. Это не только из-за учителей, да, учителя играют какую-то роль, но именно дух соревнования, дух того, что каждый ученик хочет вырваться и доказать то, что они как-то сильные, мне кажется, влияет намного больше, чем книгу, которую все читают. Ну, согласен, вот, кстати, да, уважаемые зрители, меня ругают иногда за то, что, потому что я Брайан Донбассов, держу сам банка, просто выпускник ниш, который финансирует Джусанбанк, вот, и Назарбаев университет, просто имейте в виду, да? Но я скажу, вот тут, смотрите, во-первых, у вас немножко, ну и как у меня тоже, на самом деле, у всех у нас то, что, то, как мы думаем, это немножко ошибка выжившего, вот, на самом деле. Потому что мы там конкурентные ребята, я там в школе был суперконкурентный, пробился на грант, попал в точно такую же суперконкурентную среду, вот, и дальше, дальше, дальше. И вот если ты на эту волну выскочил, она тебя дальше несет по жизни, очень долго, до конца, наверное. Ну, потому что, ну, объективно, вот мои друзья, которые, с которыми мы учились, это одна из самых моих больших удач в жизни, я считаю, то, что я в такую конкурентную среду попал, потому что мы друг друга тащим все время, собственным примером. И это будет теперь до конца жизни уже, это понятно, уже, а уже никуда с подводной лорки, как говорится, не выпрыгнешь. Вот, но это ошибка выжившего, потому что мы конкурентные ориентируемся на то, и мы думаем, что все такие. Это не так, да? Есть ниш, есть огромное количество других школ, есть огромное количество, там, допустим, это Алматы, Астана, есть в Казахстане много других городов, в которых дела обстоят там далеко не так радужно, да? Вот, но при всем при этом, при том, что это ошибка выжившего, в Казахстане у нас общество так сформировано, и нам в этом плане, конечно, очень повезло, это огромный плюс, в Казахстане очень высока ценность образования сама по себе. Вот у нас родители будут не доедать, не допивать, ходить там годами в старой одежде и так далее, но они дадут детям хорошее образование. Это традиционно у нас так, у нас традиционно высока ценность диплома любого. У этого есть хорошие стороны, у этого есть плохие стороны. Именно из-за вот этой ценности диплома в свое время наплодилось вузов, которые дипломы штамповали. И несколько поколений буквально похоронили, вот буквально, я считаю. В юридической сфере это очень сильно сказалось. Поэтому вот эта конкурентность, она в нашем обществе присутствует. Именно вот из-за вот этой ценности большой, из-за огромного стремления на уровне, я не знаю, какого-то ДНК, да, казахстанского городского жителя вырастить образованного ребенка. Вот это преимущество, его нельзя недооценивать. Потому что, когда, опять же, возвращаясь к тому же вопросу об иммиграции, когда мы оцениваем преимущества и недостатки, мы обо всем должны думать. Вот буквально обо всем, там, о всех сферах и прочих вещах. Я совершенно не уверен, что мои дети, попав в, не знаю, в какую-нибудь испанскую школу, в этой конкурентной среде останутся. Совершенно неизвестно. Просто, особенно некоторым людям, которые могут жить в другом контексте, за Казахстаном, может, обыденно иметь что-то. И поэтому они даже не стремятся это получить. А в Казахстане как будто присутствует элемент какого-то голода. То, что, да, у меня этого нету, и это является каким-то фактором, который сделает меня сильнее. Просто я, когда, допустим, в университет пошел, немного странно было то, что для некоторых людей это было нормой. А для меня это было то, что я 12 лет учился и поступил сюда. А для них это было, о, это же натурально, как бы, сюда поступить. Ну, вот мне на самом деле, мы же с вами в Англии находимся сейчас, мне на самом деле то, что сейчас в Казахстане происходит, немножко напоминает ситуацию, которая в Англии сложилась со средним образованием, с ее позитивными и негативными последствиями. Здесь же в Англии среднее образование суперконкурентное. Вот для того, чтобы поступить в хороший вуз, ты должен там сдать A-level, да? И у тебя рейтинг должен быть, ну, там, в 10%. И поэтому здесь ученики очень резко делятся на две части. Один из пяти суперконкурентный, классный, крутой, он идет, все, вот он учится. Это огромные нагрузки, огромный стресс, он сдает A-level, дальше поступает в крутой университет, там, и так далее. А все остальные, они изначально знают, что у них шансов нет. И поэтому, вот, на мой взгляд, в Англии такая низкая сервисная среда, плохая. Потому что здесь суперклассно работают все сервисы, связанные с интеллектуальным трудом. В Англии лучшие в мире юристы, лучшие в мире финансисты, лучшие в мире, там, техно-реисследователи, лучшие в мире ученые, да, британские ученые, да, как его не думают. Вот. А все остальные, они понимают, что у них шансов-то особо нет. И они остаются в сервисной сфере, они находят для себя работу, у них есть какой-то средний заработок, их защищает закон. Но они понимают, что они этот потолок не пробьют. И именно поэтому в Англии на земле сервисы такие фиговы. Мне так кажется просто. Вот это мое впечатление. И вот как бы нам в Казахстане эту же ошибку не повторить. Потому что здесь общество, здесь расслоение общества очень большое. Просто другое дело, что общий средний уровень выше. И поэтому мы думаем, что здесь все живут хорошо. У нас расслоение тоже большое, но у нас общий средний уровень очень низкий. Вот. А вот как-то так. Это тоже, на мой взгляд, проблема, которую в Казахстане хорошо бы избежать. Я сам большой сторонник и фанат. Мне очень нравилась всегда вот эта концепция. Ее, кстати, очень любила покойная Маргарет Тэтчер. Это концепция того, что если ты сильный, у тебя должны быть преимущества, и ты должен быть сильными. Мне в кайф всегда это было. Я абсолютно это нормально воспринимал. Но я с какого-то момента стал думать о том, что это не всем же дано. И нельзя исходить из того, что все должны быть сильными. И какие-то люди не могут быть сильными. Это не делает их хуже меня. Это не делает меня лучше. Это просто так получилось. Поэтому, вот если мы говорим об образовании в Казахстане, то мы, конечно, здесь очень сильно можем уйти в ситуацию, когда у нас есть 10% очень образованных ребят, которые разъехались по всему миру. А в Казахстане остаются, к сожалению, остальные 90, которым не так повезло. Но они не хуже. А вообще, как мы, как индивидуумы, можем, конечно, не решить всю проблему, а contribute toward solution. Это проблемы расслоения в обществе. Ну, что мы сделали в свое время? Вот мы когда почувствовали, юристы казахстанские крупные, что у нас собеседовать некого. Вот в один момент было достаточно сильное поколение наше, ну и условно говоря, там 3-4 года после нас. Это выпускники Алматинского еще КСГУ, Адилета и так далее. Потом юридическая школа в Казахстане стремительно пошла под уклон. И так продолжалось где-то до того момента, пока 5-6 лет назад ее активно не начали возрождать. И этим сейчас занимается Астанинский КСГУ уже. Классно делает, молодцы, они целую научную школу сейчас формируют. И вот в какой-то момент, лет 10 назад, мы почувствовали, что нам некого собеседовать. Приходит 30 человек на собеседование, и ты выбираешь из 31. Но это только те, кто на собеседование не пришел. Еще 50 не дошли. А еще 50 написали в резюме такое, что там волосы дыбом стоят. Вот. А что мы сделали? Мы пошли преподавать. Я преподавал в Кимэпе. Я убил это. Я не знаю, что там сейчас преподавать, или как вообще это выгодно, или это невыгодно. Но с точки зрения финансов, я за полгода преподавания в Кимэпе зарабатывал столько, сколько в Грате за один день. Соотношение, видите? Где вы найдете сильных людей? Вот. Сейчас, я надеюсь, соотношение другое. Вот у нас Аймагомбетов, он ушел в КФГ преподавателем. Вот. Шульман, да, я не знаю, насколько она будет там преподавать или нет, но тем не менее, ассоциированный профессор. Сейчас такое ощущение, что это становится немножко престижней. Самый простой выход, если вы хотите что-то менять, самый простой выход – делиться опытом. Самый простой. Тем более у вас опыт классный, вы живете в Англии, работаете в Англии. Вы понимаете, как местное общество устроено. Вот эти вот… Я когда в Кембридж приехал, я запустил серию постов с хэштегом «казахинкембридж». Рассказывал просто, вот так устроено западное образование, вот так устроен кембридж. Вот так здесь люди по улице входят, а вот такие продукты покупают. Дикие охваты. Это очень интересно людям. Очень интересно. Но я рассказываю со своей точки зрения и только про маленький кусочек. Вот каждый… Вот это то, чем можно уже сейчас влиять на ситуацию. Рассказывать, как это устроено. Идти преподавать, общаться с людьми, выступать, не знаю. Вот таких подкастов участвовать. Да, это круто. О, круто. Еще один вопрос, вот связанный с расслоением общества. И сейчас, не знаю, замечаете ли вы такие же тенденции, но появляются разные ярлыки в Казахстане. Там есть традиционные казахи, есть нетрадиционные казахи, там религиозные. Или есть деление большое по этнической принадлежности. И как будто вот это интересный вопрос того, нужна ли вообще этническая принадлежность в паспорте или в удостоверении. Это все как будто контрибутит в то, что общество все равно делится. И по языковым признакам тоже. То есть много людей, которые говорят на казахском, есть такой стереотип, что они как будто отстают от тех, кто говорит на русском. Как вы думаете, насколько вообще эта проблема, она существует в Казахстане? И как, что влияет на то, чтобы она, что вот это все происходит? Эта проблема есть, эта проблема большая. Эту проблему в числе прочего нужно, опять же, учитывать при принятии решения о том, где вы хотите жить. Потому что общество поляризуется, общество становится более агрессивным в этой поляризации. То есть стороны не то, что слушать друг друга не готовы, они, наверное, готовы буквально враждовать. Это очень хорошо заметно в соцсетях, кстати. Очень хорошо заметно. Вот этот скандал, например, с Рамилем Мухряповым. Который, конечно, ошибся. Но реагировать на это так, писать его жене с угрозами по поводу его детей, это кретинизм полный. И вот это очень тревожный звоночек лично для меня. И вот эта проблема, ее, конечно, надо учитывать, да, опять же, при принятии решения. Хочешь ты жить в Казахстане или все-таки где-то в другом месте. Что с этим делать? Ну, ключ, как мне кажется, вообще, мы же говорим сейчас, по сути, о широте кругозора. Мы говорим об умении признавать, что есть люди, не похожие на нас. И что эти люди, они не с песьими головами. Это нормальные люди. И они не имеют право на существование. Они такие же, как мы. И так далее. Единственное, что здесь можно делать, это образование. Вот ключ к более широкому кругозору, это больше образованных людей. Это больше людей, которые читают, интересуются чем-то. Это возможность. И, кстати, вот опять же, об этом надо говорить. Вот очень многие у нас в соцсетях такие темы, которые потенциально могут трендернуть. Они обходят их. Потому что никому не хочется, да и мне не хочется тоже. Я напишу комментарий, например, о каком-то религиозном вопросе, хотя я сам человек не религиозный. И ты после этого комментария три дня из-под своих комментариев, из-под своих постов вычищаешь хейт. Причем приходят туда, где твои дети. Что-то говорят про твоих детей. С ума сходят люди буквально, да. И вот как-то иной раз потом уже думаешь, что не надо, наверное, в это лезть. Но в конечном итоге я все равно лезу. Потому что я считаю, что не должно быть черной и белой точки зрения. Вот моя точка зрения, она всегда разноцветная. Никогда не черно-белая. И вот это, наверное, самая сложная точка зрения. Но у меня просто рекомендация, наверное, ко всем нашим слушателям и так далее. Если вы высказываете точку зрения, пусть она будет не черно-белой. Пусть черно-белую точку зрения может высказать любой идиот. Ну, правда, да. Ну, вот мир, он не черно-белый. А это да, поляризация, это проблема, и с ней надо бороться. И в первую очередь с ней надо бороться расширением кругозора. Демонстрацией того, что есть другие точки зрения. С ними люди живут, и это нормальные люди. Нормальные, не враги, не монстры и так далее. Вот как-то так. И я вот недавно прочитал интересный ваш пост про Кембридж, про идеологию в Кембридже. То, что там есть определенная система ценностей, которая прививает студентам. И вы сказали, что она вам нравится, и это работает в Кембридже, в скопе Кембриджа. Как вы думаете, может ли такое направление, такая система каких-то ценностей работать в скопе государства? Они даже не могут, они должны быть, как мне кажется. Мне вообще, мне очень нравятся, например, страны и общества, которые могут на самом деле... О которых по-разному можно думать, но это страны и общества с сильной идеологией. Я, например, в этом плане очень люблю Израиль. Вот эта страна, которая на ровном месте, в голой пустыне вырастила суперконкурентную экономику, потому что у них есть идеология. Их идеология крайне специфическая, конечно. Она основана на религиозных заповедях двух с половиной тысячелетней давности. Даже не двух тысячелетней. Там бэкграунд ему очень много лет. И сотен лет. Но это просто голый пример того, что может правильная идеология сделать в абсолютно неподходящих для этого условиях. Если вы в Израиле не были, побывайте. Это анти-Казахстан. Израиль – это анти-Казахстан. Мне там очень нравится. Это место, где внешние понты не имеют никакого значения. Ноль абсолютный. Никому там в голову не придет покупать огромный черный внедорожник. Никому никогда. Говорит человек, который только полгода назад продал свой огромный. Но я отвлекся. Колоссальное значение имеют вот такие идеологические моменты. Они выстраивают людей вокруг какой-то идеи. Просто идея должна быть правильная. В Кемридже идея? Конечно, это рассчитано на студентов. Конечно, это рассчитано на людей помоложе. Очень важно, конечно, студентов накачивать идеи о том, что они самые лучшие. А не братство, что у них все получится, потому что работать им еще много. И у них должна откуда-то энергия браться. А когда тебе под 40, ты уже на это смотришь немножко с иронией. Немножко. Но это не отменяет того, что в Кемридже эта идеология классная. А у нас в стране почему-то вместо идеологии, правильной, хорошей, качественной, национальной идеи, мы все время занимаемся каким-то изобретением. Ну, это называется умным словом симулякор. Но можно сказать проще. Мы все время пытаемся что-то высосать из пальца. Вот вы можете мне назвать идею, которая сейчас объединяет нас в Казахстане всех? Какую-то одну. Я нет. Я не могу. И вот это на самом деле проблема. Ну, как мне кажется. А кто имеет право создавать эту идею? И, допустим, если бы у вас была бы эта сила создать эту национальную идею, как вы думаете, как Казахстан в нынешнем контексте может объединиться под одной идеей? Какая это была бы идея? Мне на этот вопрос сложно ответить, потому что у меня взгляд немножко однобокий. Я городской житель, преимущественно русскоязычный. Очень много работающий с иностранным бизнесом. Либеральный. И поэтому я плохо воспринимаю и понимаю то, что творится в головах у людей, на меня непохожих. И я допускаю, что они какие-то вещи понимают лучше, чем я. О казахах. О том, как устроены казахи в Казахстане сейчас. О том, как они думают. Особенно о молодежи. Особенно о казахскоязычной молодежи. Поэтому мне сложно назвать какую-то одну идею, которая всех объединяет. Но на мой взгляд, тут как бы ничего изобретать не надо. Я не помню, когда это было, но очень давно. Была такая передача на российском телевидении, которая тогда еще была нормальным. Это был, наверное, год 97-й. Там выступал Познер, который тогда еще был нормальным. Была такая передача «Если». И там как раз обсуждалась национальная идея. И в конце он сказал, слушайте, а вот мы с вами час обсуждали национальную идею. Ну, для России тогда, Ельцинской. Он говорит, а чем плохая идея – жить нормально? Вот национальная идея. Чем плохая идея – жить нормально? Ну, конечно, ты понимаешь уже потом, что это просто такая хлёцкая, конечно, формулировка, немножко журналистская, неглубокая. Но концепция-то понятная. Чем плоха идея, основанная на здравом смысле? Ну, здравый смысл. Вот у меня в жизни есть две вещи, которые меня как-то по жизни ведут. Это здравый смысл и чувство юмора. Вот вам национальная идея. Здравый смысл и чувство юмора. Пожалуйста, пользуйтесь. Вы говорили насчет того, что вы в основном сами русскоязычные, и также у вас блог в основном русскоязычный. Насколько вы вообще стараетесь именно казахоязычную аудиторию понять, может, либо также давать контент казахоязычной аудитории? И какое у вас, в общем, отношение к культуре языка на нашей стране? Ну, два разных вопроса. Давайте отвечу на оба. У меня нет контента на казахском не потому, что я не хочу его давать и формулировать, потому что казахскоязычная аудитория сейчас в современных казахстанских соцсетях – это настоящее и будущее. Это самая активная, самая поддерживающая хорошо лидеров своих аудиторий и так далее. Она растет с каждым годом. Это объективно для каждого, кто сейчас там задумывается о выходе в казахстанские соцсети. Казахскоязычный контент – это будущее. Это просто бесспорно. Это факт. Почему я не занимаюсь, скажем так, по-влогерски, если сказать, производством такого контента? Потому что я в силу своего не очень хорошего знания языка не смогу его делать так же качественно и хорошо, как я делаю русскоязычный контент. Я считаю, что я делаю качественный контент. Делать шлак я не хочу. Сделать на казахском качественно я пока не смогу. Наверное, я надеюсь, что когда-то смогу. Я определенные шаги в этом направлении предпринимаю. Возможно, когда-то получится. Но у меня всегда принцип очень простой. Если делай – сделай хорошо. Делать контент на родном языке плохо? Мне не очень хочется. Я сначала как минимум постараюсь научиться языком владеть до того уровня, когда я смогу это хорошо делать. А что касается культуры современной казахской, она для меня имеет очень большое значение. 90% музыки, которую я сейчас слушаю, это музыка казахская личная, это то, что сейчас у нас делается. Это Аршад Хайрала, про которого я писал много раз. Это, конечно, Ирина Кайратовна, это Молды Назар. Особенно здесь, особенно в Англии. Я почему-то почувствовал потребность большую. Я вот сейчас к вам ехал, когда из Кембриджа, я построил себе плейлист просто. И там был... Я просто начал искать что-то одно. Не помню, что... А, это был OU платформа, и у них была классная... Классный был клип Minimine Invisible Orchestra. Суперский, и мне почему-то захотелось его послушать, я его поставил, и все, и пошел плейлист дальше. И вот все, играл казахский плейлист у меня. Это для меня имеет колоссальное значение. Это, ну, я не знаю, это какой-то способ здесь, в чуждой абсолютно обстановке, немножко как-то почувствовать, что ты, не знаю, не один и так далее. Это как детям позвонить для меня. Вот то же самое. Еще один интересный, интересная мысль, которую я прочитал у вас, это, вы сказали, великая страна, это всегда великие ценности. То есть вопрос... Когда это я говорю? Что-то я не привожу. Да, мне кажется, это был очень такой старый пост, где вы писали о том, что начали по-разному, можно сказать, разоблачать наших исторических личностей. А, да-да-да, было, да. Да, и сейчас я тоже это замечаю, то, что вот опять же какое-то деление идет, что есть у нас, не знаю, это хорошо или плохо, я не знаю пока, но есть исторические личности, которым, допустим, в школе мы брали как какие-то role models. К примеру, там, Ахмед Бетерсонов, может быть, Абай. И сейчас там разные мнения идут, что они, может, это и хорошо, что они обычные люди, там, допустим, Абай кидал на свай, там, или что-то еще. Какие-то их человеческие стороны, какие-то их слабости, минусы раскрывают. И не знаю, как вы вообще к этому относитесь, потому что это были какого-то своего рода такие role models, как герои марвеловские, а сейчас их, они стали как обычные люди. Их пытаются сделать обычными людьми со всеми вот этими слабостями и минусами. Плохо отношусь. Я помню этот пост, там был очередной фейсбуковский хайп по поводу того, что якобы Абай не мог быть автором своих произведений, в частности, переводов. У Абая же классные литературные переводы. Потому что, ну, якобы он не мог получить такого образования, которое позволяло ему переводить Лермонтова и делать вот эти вот знаменитые песенные переводы, которые сейчас весь Казахстан поет там и так далее. И вот там было по этому поводу какое-то там исследование, вроде как его запустили, вокруг него там начался какой-то чудовищный срач. И у меня был пост на тему о том, что, ну, это, конечно, как бы удобно, да, говорить о том, что, ну, наверное, там, этого не могло быть, но цель этого какая. Любой исторический персонаж в какой-то степени миф. Любой. Юлий Цезарь вряд ли говорил, пришел, увидел, победил. Юлий Цезарь вряд ли говорил, и ты, брут. Когда тебя 27 человек бьют ножами, выбрать одного из них и сказать, и ты, брут, маловероятно. Любой исторический персонаж в какой-то степени миф. Вот эту степень мифологического допущения мы должны учитывать всегда. Но 90% правды, если есть, это уже очень круто. Авраам Линкольн, у него знаменитая история, что там, которая является частью базовой американской национальной идеологии, что в детстве он там зачем-то срубил топором дерево в саду. Вот. И потом пришел к своему отцу, принес топор и сказал, вот я срубил дерево, я поступил нечестно, там, руби меня этим топором, да. Чушь. Вряд ли это было. Вряд ли. Ну, согласимся, да. Вот. Но это часть американской национальной идеологии, которая призвана показать, что Авраам Линкольн был болезненно честным человеком. Зачем вот этой ерундой заниматься, я не понимаю. И вот сейчас много умников говорят, ну там, ну, панфиловцев сейчас вот критикуют. Не было подвига панфиловцев, да, изобрели якобы его там советские идеологи. Окей. Не было конкретно, может быть, этого эпизода. Дивизия была, Панфилова? Была. Боржа Мамушевый был. Петля Мамушевый была. Книги о нем написаны. Волоколамское шоссе есть. И так далее. Зачем цепляться за эпизод и подвергать сомнению то, как бы, что на самом деле, наверное, пусть не на сто, но на девяносто процентов правда. Причем крутая правда. Классная. Которую, которой можно гордиться. Вы знали, например, что вот это строение, которое Мамушевый изобрел, петля Мамушевый, так называемая, вы о существовании знаете его? Вы знали, что его Израиль изучал во время танковых войн? Война судного дня, шестидневная война. Что-то такое слышал. Вот. Почему? Ну, в смысле, вот это же было. Ну, вот, какие-то умники приходят и говорят, вот, там, это все неправда, давайте кидаться там камнями и палками. Я плохо отношусь к этому. Правда нужна, конечно. Никто не спорит, что правда нужна, но давайте тогда, ну, давайте как-то опять же подходить к этому с точки зрения здравого смысла и разумности. Нельзя обелять зло. Но вещи, в которые, как бы, верят все, если это хорошие, позитивные вещи, вот, если это не что-то кровавое, жуткое и отвратительное, ну, в них, наверное, тоже не надо кидаться горячее. Ну, как-то так. Я в прошлом году одну фантастику читал, забыл автора, он с Китая, но суть в том, что изобрели квантовый компьютер, который может смотреть на прошлое и на будущее и видит все прям, как было. И там автор говорит, как один из персонажей говорит, оказывается, 99.9% истории это все выдумано. И в конце концов, когда изобрели эту машину, мир приходит тому, что он становится скучным и просто очень серым. Потому что люди боятся быть креативным и говорить постоянно какую-то ложь уже им страшно, потому что этот компьютер видит все. И многие изобретения, оказывается, которые как-то вышли в этом мире, имели какой-то элемент, не то что ложи, но элемент, может, даже при украшивании. И без этого элемента не было бы 99.9% инноваций в нашем мире. И поэтому иметь какую-то загадку насчет прошлого, наверное, имеет какой-то смысл, как вы уже говорили. Согласен, да, конечно. Литература, большая, великая литература, это всегда при украшивании. Всегда. Это так работает. Потому что людям неинтересно же то, что лучше, то, на что можно равняться. Людям вообще интересны герои. Герои должны быть, герои нужны. И если мы про героя 99% знаем правды, ну окей, пусть будет 1% при украшивании. Без проблем. Это допустимо, это нужно. Да. Так, следующая тема – это семья. Вот учитывая то, что вы переехали сейчас уже больше полгода, да, живете здесь в Англии, в Кембридже, насколько вам удается проводить качественное время с своей семьей? И что для вас качественное время с семьей? Ну скажем так, время с семьей – это для меня абсолютный приоритет. Вот если, например, вы возьмете там день стандартный, и в нем там, не знаю, 50 дел, которые надо сделать, вот абсолютный приоритет, для которого я не пожертвую временем никаким, ничего не буду отодвигать там и так далее. Это мой ежевечерний звонок домой. Каждый вечер я звоню, примерно по часу я общаюсь с детьми, с женой, разговариваем и обсуждаем там, что произошло, какие вещи там, за что там детей надо похвалить, за что там гораздо реже иногда там надо немножко внушение сделать там и так далее. Что делали, как помогали маме, и читаю я обязательно детям, каждый вечер обязательно читаю. Мы четыре больших книги уже прочитали за эти полгода, очень большие, там по 800 страниц и так далее. И перерывы, конечно, большие, наверное, да, но в принципе такие перерывы, они и раньше были. Я, например, на Ла-Манш, когда уезжал, месяц меня не было, потому что я уехал в Дувр, ну, в смысле для того, чтобы на земле готовиться, да, в этой воде, вот, в которой я плыл. Я тоже самое делал, я звонил каждый вечер, дети были тогда совсем маленькие, им пять было, сейчас им девять уже, вот, звонил, каждый вечер общался, объяснял там, на вопрос, где ты, папа, вот, объяснял, что, чем я занимаюсь, объяснял, я всегда объясняю. И сейчас я хочу, чтобы главное же предотвратить то чувство, когда дети думают, что они как бы забыты, не нужны, а мои дети, они прекрасно знают, зачем я здесь. Они прекрасно знают, что они нужны, что они центр и смысл моей жизни, вот, и у них в этом нет абсолютно никаких сомнений, поэтому они иногда даже слишком спокойно как-то относятся к этому, вот, вот, там, ну, скучаем, скучаем, да, хорошо, всё, пока, ну, ладно, потом так, с недоумением после этого звонка, вот, они-то спать пошли, а тебе теперь до конца дня ещё с этой мыслью уходить? Ну, я шучу, конечно. Ну, и встречаемся мы часто, вот, месяц я был дома на Новый год, на Мальдивы мы ездили, через неделю они ко мне прилетают, здесь по Лондону походим, поедем в Шотландию потом, по Шотландии поездим немножко, вот, потом поедем в Алматы, там немножко на машине попутешествуем, как мы каждую весну делаем. Ну, то есть, да, просто это приоритет, и вокруг этого приоритета всё крутится и строится. Есть задача закончить магистратуру, есть отведённый на эту задачу срок, там, условно говоря, там, академический год. Есть эта задача, есть приоритет в том, чтобы за это время не потерять связь с семьёй и с детьми, которые я очень дорожу. Вот и всё. В рамках этой задачи я, как бы, делал, вот себе вот наметил что-то и делаю. И всё, и так и будет, и не потеряется, это связь никуда не денется. Тем более, что большая часть уже позади. Теперь мне останется только приехать на третий термин, сдать экзамены, как бы, и всё. А вот тоже касается ценностей и традиций культуры. У нас в Казахстане же есть какая-то модель традиционной семьи, где есть бабушки, дедушки, все родственники, они все очень тесно живут в мире согласия. И это какая-то культурная особенность казахов. И как вы относитесь к ней? Вообще она актуальна ли сейчас? И вы делали ли вы что-то для того, чтобы передавать это своим детям? Конечно. Во-первых, я по натуре своей супер традиционный человек. Традиционный, консервативный. И именно в плане семьи это, наверное, проявляется лучше всего. У нас большая семья, действительно. У моих детей, во всяком случае. У них и Аташка с Апашкой с маминой стороны, и мама с моей стороны, и множество братьев моих, сестер. И мы все вместе всегда. Постоянное общение, постоянно все всегда на связи. Для меня это очень большое значение имеет. Традиционная, наша семья, казахская. Это, на мой взгляд, очень важно. Я всегда к созданию такой семьи подсознательно стремился. Я это сейчас понимаю. И то, что такую семью удалось создать, я считаю большим плюсом себе в карму. Не только себе, конечно, а в первую очередь жене моей. Вот так. Да, это огромная ценность, которой надо дорожить. Это то, что у нас есть. Поэтому сильно скучаешь вот здесь. На самом деле. Да, то, что ваша жена тоже приняла, тоже оказалась, тоже, наверное, контрибьютит и приняла вот эти ваши модели. Интересный вопрос, который, наверное, касается всех нас, актуален для всех нас, это как подходить к выбору будущей своей жены. Может быть, у вас есть какие-то принципы или советы, которым вы руководствовались, когда вы выбирали свою спутницу? Мне всегда, мне очень всегда, каждый раз, в том же Инстаграме, в сессии вопросов-ответов, каждый раз, как выбирали жену, как можно выбирать жену? Я просто в шоке всегда этот вопрос. Просто в шоке. Он какой-то настолько теоретический, этот вопрос. Это не вопрос выбора никогда. Ты просто встречаешь человека, с которым тебе хорошо. Ты начинаешь с этим человеком общаться, дружить, встречаться. Ты что-то понимаешь, проходит время. Через это время ты понимаешь, хочешь ты с этим человеком быть или не хочешь. Все. Это работает так. Это никогда не вопрос выбора. И если вы окажетесь в жизненной ситуации, в которой это для вас вопрос выбора, я вам лично не завидую. Потому что не должно это быть вопросом выбора. Все. Твой человек встречается, вы начинаете жить вместе, и вы понимаете, вам это надо. Это не вопрос, кстати, каких-то идеальных отношений. Это отношения не идеальные. Я вот сейчас запланировал на нашей... Мы же в Шотландии познакомились с женой. Она училась в Абердине. А я прилетел, и мы в Эдинбурге встретились. И мы поругались очень сильно на третий день после знакомства. До такой степени, что она чуть не уехала в Абердин. И мы это сделали возле ограды Эдинбургского музея. Вот я хочу детей туда привезти. И я это хочу сделать, кстати, с далеко идущей целью. Это, конечно, в какой-то степени шутка. Но я хочу детям показать, что можно в семье, ругаясь, оставаться семьей. Я хочу детям показать, что мы... Ну, в смысле, мы все равно, у нас конфликты бывают в семье. У всех бывают конфликты в семьях. Я хочу детям показать, что, несмотря на конфликты любые, надо всегда оставаться семьей. Вот что там происходит... Вот мы можем там ругаться, не ругаться там и так далее, но мы семья. И с момента... Вот я хочу детям показать, что с момента, когда мы с вашей мамой, дети, я им скажу, ругались в первый раз, прошло 12 лет. А мы вместе душа в душу там, слава богу. Вот. Вот так. Вот так вот это работает. Все. По-другому это не работает. Тут элемент выбора, но он отсутствует тут элемент выбора категорически. Просто. Одну вещь, которую я у вас заметил, по крайней мере сейчас в обсуждении, это то, что вы как будто находитесь сейчас и в моменте. То есть вы реально очень глубоко слушаете каждый вопрос и после этого отвечаете на этот вопрос. Так же, как вы описывали, как вы воспитываете ваших детей, то есть вы проводите один час концентрированно только на детей. Но одну тенденцию, которую нельзя сказать, то, что она не существует, это то, что из-за социальных медиа, из-за того, что многие люди становятся, может, блогерами, кажется, то, что многим немного сложнее быть в настоящее время, в моменте. И также приоритизировать вещи за своей блогерской жизнью. Как это у вас вообще получается? Я не могу сказать, что тут какая-то огромная моя заслуга. Здесь, наверное, причина очень простая. Я же очень поздно в это пришел. Я пришел в... Активно я начал писать. Это был 2016 год, 6 лет назад. Соответственно, мне было 34. Я был абсолютно сформировавшимся на тот момент человеком, со своими привычками. Вот. И это уже меня так сильно заразить не могло. Вот эта зараза. Все время вот это проверять, вот этот думскроллинг там и так далее. Я уже пришел в этот мир с привычкой, например, читать книгу, а не ленту. И так далее. У меня лично, например, очень мало подписок. То есть, если вы посмотрите на мой аккаунт, у меня там на 75 тысяч людей, которые подписаны на меня, 70 человек, на которых подписан я. Это, как правило, спорт. Поэтому у меня тут рецепта какого-то нет, потому что я уже пришел к человекам, когда это меня сильно заразить не могло. А сейчас это невозможно, потому что сейчас уже приходят в соцсети люди, ну, дети приходят. Вот у моих детей пока никаких инстаграмов нет, и я буду вот до конца стоять грудью, да. Вот. Но я чувствую, что рано или поздно это им потребуется, потому что вокруг них среда такая, и огромное количество их сверстников, друзей и так далее, у них уже и есть инстаграмы. И рано или поздно это будет. Поэтому мне сложно... Да, вот это будет такая зараза, да. Они, конечно, наверное, через это пройдут, через период, когда ты только там сидишь, увлекаешься там и так далее. Мы стараемся бороться. Мы просто сейчас на данном этапе с женой стараемся бороться просто с зависимостью от телефонов пока. Не соцсетей, а телефонов. То есть у них есть время у детей, когда только они могут в телефоне быть. Мы стараемся формировать для них другие привычки. То есть если мы там прилетели, я не знаю, зимой там в те же Мальдивы, я если вижу, например, что вот он океан, а вот там лежит моя дочь на диване с планшетом, я говорю, доча, ты посмотри вокруг, тут океан, вот, ты выйди из номера, вот океан, три шага пройди. Тебе вот действительно вот это интереснее. Я пытаюсь как-то вот, ну это естественно самому ему надо, не просто ее прогнал, а сам лег. Вот так вот. Естественно, надо самому пойти поиграть с ней как-то. Это постоянное вовлечение, но это работа. Вот сейчас, к сожалению, к огромному количеству задач, которые бедные родители всех детей на свете должны были всегда выполнять, то есть ребенка надо накормить, напоить, одеть, вырастить приличным человеком и так далее. Вот сейчас к нашему поколению еще добавилась задача, ребенка надо уберечь вот от этой заразы. А для этого нужно самому постоянно вовлекаться, потому что, если ты сам ребенку альтернативу не дашь, просто сказать ребенку положи телефон, ну это бесполезно. Он будет ходить и так кругами, потому что это зара, это хуже. Я не какой-нибудь лудит, не какой-нибудь техногик, который мечтает разбить все телефоны на свете, но мы же, вы работаете в мете, сори, ребят. Алгоритмы, они настроены на привлечение внимания. Они так настроены, их так умные люди создавали, они так работают, чтобы привлекать внимание. Если взрослый человек может бороться, распределять свое внимание, потому что он взрослый, он умеет себя контролировать, то ребенок не может. И ему надо этому научить. Вот и все. То есть, если, к примеру, в нашем детстве или в вашем детстве плохое влияние это было на улице, то сейчас оно стало каким-то доступным, то есть открываешь телефон, оно уже здесь. Ну, оно же на самом деле не плохое. Можно же моделировать контент, который твой ребенок видит. Здесь же вопрос уже не во влиянии. Здесь же вопрос в... В осмысленности вот этого самого занятия. Вот ребенок может сколько угодно хорошего потреблять из телефона, сколько угодно. Но вопрос в том, что иногда надо его отложить и начинать хорошее потреблять в другом месте. Просто для того, чтобы жизнь была сбалансирована. У ребенка может быть куча научных подкастов в телефоне. Проблем нет. Вот мы тоже стараемся там... У них эти экранчики, вот сзади они сидят, там в школу куда-нибудь ездят, у них в машине экранчики такие, да? Я им там настроил каждому YouTube перед отъездом и настроил каждому там научные подкасты, какие-то про космос, там, сыну. Дочери говорят, так ты что хочешь? Давай там про динозавров, про кошек. Настроил, да? Но... И это супер. Но это не значит, что 24 часов в сутки в этом можно сидеть. Нужен баланс. Надо из этого выходить. Нужно живое общение, спорт и так далее. Ну, тогда на такой... На этой оптимистичной ноте, да? Оптимистичной ноте, да? Можно уже подходить к концу. И у нас в конце мы всегда просим какого-то совета, в данном случае, наверное, молодежи Казахстана в целом. Сегодня было сказано, наверное, много в целом советов и инсайтов ваших, ну, какой-то, который вы можете выделить и вот так сказать. Да, и еще вы вот упомянули, что ваше 20 лет, ну, вы сказали, деньги росли на деревьях почти, а сейчас что... Ну, и в ваших постах я считал, что сейчас это немного сложнее, учитывая там конкуренцию и вообще экономическую ситуацию. Учитывая все, это какой бы совет вы дали 20-летним? Как достичь успеха? О, вот это самое... Это как выбрать жену, это же из такого примерно разряда совет. Как достичь успеха? Настолько замылилась сейчас тема того, как достичь успеха, настолько она стала дешевой, что ответы, они как бы вроде на поверхности, но никто их на самом деле не знает. если вот, опять же, если говорить о каких-то, наверное, даже не советах, а пожеланиях в целом, я бы, мое, наверное, основное пожелание быть более открытыми миру, изменениям, другим людям. Вот, наверное, и это средство достижения успеха тоже. Потому что в конечном итоге, вот вспоминая, да, где у меня и в какой момент срабатывали вещи, которые меня перемещали там из одной точки в другую, в карьерном плане, там, в жизненном и так далее, я понимаю, что все они были связаны с отношениями. Всегда. Ты можешь быть охрененнейшим, я прошу прощения, профессионалом, но если нет способа как-то в окружающий мир доставить мыседж о том, что ты офигенный профессионал, ну, наверное, тогда будет все не очень хорошо. Очень важно уметь оставаться открытыми к новому. Иногда для этого надо болезненные решения принимать, как, например, решение поехать в Кембридж в 39 лет. Но это важно. Надо стараться оставаться открытыми, потому что в конечном итоге все новое, что в вашей жизни будет происходить, и все крутое, и все самое классное будет происходить благодаря общению с другими людьми. И из-за него, и как его результат. Вот и все. Вот, наверное, отсюда там всякие успешные успехи и прочие вещи проистекают. Вот так. Звучит классно. Спасибо большое, что просили. Спасибо вам. Спасибо большое, что насмотрели. Это был очередной выпуск Грилл Хадам. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok